здравия желаю дамы и господа хочу вам приветствовать вас на шоу вечерний бустер ребята на котором мы сегодня обсудим для самые балдежные самые хуенные новости связанные с тричом и возможно не только с тричом и поиграем и поиграем и поиграем во всякие там прикольные игры ну короче всякие там активити туда-сюда там кто-то сосет ну это как бы на меня посмотрел ну и короче будет прикольно здравствуйте ребята хочу представить вам наших со ведущей со ведущей здравствуйте здравствуйте со мной будут и здравствуйте давайте пойдем по порядочку кокосовая пизденка иван шурпатов и кей блять размягшие губки старая пизденка уж если тренд продолжать старая раздолбанная лорд гузлик ребята погонял им просто гнустое пенни заболеть ну собственно я сам как бы бустер вечерний вот потом алексей пчелкин здравствуйте здравствуйте да он сегодня у нас приехал с упаковкой меда блять как всегда а вы сегодня матом ругаетесь никогда не ругаюсь матом плюс челлендж на стрим нет почему это неплохо вячеслав но если будет какая-то ситуация которая вынудит меня заругаться матом даже тогда я попытаюсь держаться красиво пизданули спасибо вячеслав дай бог вам здоровья вот я наталья берникова ребята здравствуй наталья сперникова ребят здорово наташа та самая наташка ребят собственно морская черепашка там да наташка вот но я думаю все ребят ну что давайте пойдем в этот раз уже есть сценарий как бы это не отметить факт что он хуёвый но он есть хотя бы вот у меня такие карточки начнем тут почему-то написано хуйня как бы очень другой есть все мы начинаем шоу пошло по пизде все сворачиваемся а вспомнил вспомнил ребят я предлагаю знаете начать с того что в последний раз когда вы помните мы находились в студии мы играли в правду или действие вот на которое собственно алексей не пришел какой алексей пчелкин не прилетел если быть точнее да он был в этот момент на пасеке бля жестко улей там рыхлил бля просто раскидывал по сотам вот и сегодня я решил так сказать чтобы он ну не терял то самое удовольствие в котором и нам пришли ну пришли вас принять участие я ему приготовил правду или действие ну только без или бля это это сделаешь два ну ясен хуй а почему дубля мы вообще столько хуярили вопросов не сдавались а почему дубля извиняюсь давайте начнем с чего начнешь а я начну с правды с правды да ну держи давай давайте Вячеслав припомни в деталях свой первый секс куда ты своим жалом заползли шалом припомнить в деталях свой первый секс и поподробнее опиши хорошо сейчас расскажу историю явно секс был не с верблюдом и слава богу в общем мне было 18 лет я тот парень который потерял девственность 18 моего уважения и вам советую до сих пор не нашел алексей и даже не хочу искать если честно потерял и порпади на пропад и хуйся да полностью согласен так вот верблюд потеряла девственность 18 лет представь а верблюд что-то видит да неважно и соответственно и и соответственно вот та самая первая женщина которая была старше меня на секундочку наверное лет так ну да ну потому что ей было лет 27 ну да то есть она была значительно старше чем я и сколько слушайте вам сейчас больше даже у меня не было 27 летних алексей а сколько у вас было максимально по минутам не стоит вспоминать я не вспомню вот и и соответственно с этой женщиной мы совокупились я запомнил эти слова на всю жизнь какой же мелкий хуй нет нет она сказала интересную фразу она сказала вот первое вот это вот произошло она сказала я могу сделать тебе комплимент и я тогда неопытный мне 18 лет я подумал что я просто попал с первого раза и она дырочку да я сказал я могу сделать комплимент но потом в будущем я уже узнал от своей жены что комплимента из размера все то есть вам можно сказать попались две женщины которые вас обманули алексей вячеслав с вами у нас секса не был это вы просто не помните алексей ну давайте опустим рипового меда понюхайте вы теряете голову опустим этот момент вячеслав да ну хорошо хорошо нормально как вам ответ алексей вы сейчас спрашиваете у людей у которых не было секс алексей жало сколько сантиметров сейчас вопрос правда не мерил эти можно ладошку жалить если я сейчас положу жало на вашу ладонь то я не почувствую боюсь твич положит на ваш канал вячеслав свежало не было очень стоит задевать хорошо хорошо а я могу сказать сколько а нет не могу тебя же нет команды жалов чать предлагаю просто сделать новую рубрику минуту на кокоса смотрим не надо когда улыбку убирает полностью смущается значит а на самом деле когда вот первый раз все внимание и камеру смотрят не на меня пообщайся с аудиторией пообщайся просто просто на стриме дома здорово запустил дискорд вот все рейд пришел давай можно рекламку хуярить сразу ну вот принести бля сайта все правда мы убираем и и перейдем действие нихуя там написано название жестко швабрина маленькая ведьма и так действие называется надевай парик и модные шмотки а ребята сделают тебе стильный мейк сиди так весь выпуск может всегда бы не весь весь но лучше ведь но просто я понимаю что модный мейк он станет фатальным или брутальным наталья если вы мне сделаете мэйк я согласен сидеть весь выпуск если наталья сделать ведь мэйк согласен ведь можно хотя хоть пару штрихов добавим так сказать своей кисточкой на мэйк же здесь будет делаться да может наоборот мэйк там перейдем перейдем сидеть это верно ну тогда с чего начнем с мэйк или с передеванием надо идти я надеюсь моя честь не упадет после этого ваша честь уже упала ниже никуда поэтому давайте ждем вас а есть а известно что что будет за образ что хотя бы ребята так ну а я думаю по названию они догадаются аж то есть не пошла брюна маленькая ведьма короче а он вылетит сейчас на швабре просто да ты бы я ногу свелой нихуя на блядь стой надо лечь это не то когда свой я хотел по пяткам постучать на животик лезет приспустить штаны это не то так хорошо давайте перейдем так я достаю опять эти карточки в которых написано да давайте обсудим наверно новости пока мы ждем алексея твича за прошедшее последнее время вот алексей ребята вот алексей реально вот уже и мэйк нет есть что обсудить слава все готово но я считаю что мы не можем не обсудить новость связанную с созданием персонажа в игре киберпанк слушая честно значит когда я создал персонажа в этой игре то я думаю а вот вообще хочется узнать у чата ребят а вы все играли не видели как это происходит присоедините пожалуйста просто вот интересно все все не поймут о чем сейчас пойдет речь мне кажется они все остановились на создание персонажа дальше просто не вывезли мне кажется в этой игре создаешь персонажа ты уже прошел то есть играть там в принципе больше неужто вот и у меня вопрос почему вот за такой момент то есть когда ты создаешь персонажа целиком с каждым так сказать органом все нормально да но когда например какая-то ситуация происходит на твиче ты можешь получить бан ну какая-то другая ситуация просто в игре графика настолько реально что она ничем не отличается но тем не менее это позволительно за игровой игровой контент да это создал наверное женщину с сиськами и с членом нет ты походу видел да мы клип да ты создавал я не видела нет да ну блять ожидаемо просто вот но строго просят потише там с микро что-то проехи пожалуйста человек разорался блять уже просто его хуй успокоишь блять наташа так одиноко сиди значима как будто блять что было дальше шоу но рассказывай дальше начинаю только прожарку натахи то что слушать я честно в душе него него я не знаю почему ты сам понимаешь дим да что игровой контент твич это игровая площадка все все остальное у нас скипается но в то же время в порно игры нельзя играть да друзья встречайте пожалуйста швабрина маленькая ведьма алексей алексей и нам немножко для мейка мы тут принесли вам гуаши будем раскрашивать так и задумалась алексей ваши медовые соты не выпадут это мы узнаем это мы узнаем чуточку позже колготки просто сжимают мои посолите и болит что на стриме будет видно ваш вход в улей хорошо но я вам доверяю это она так и так уверенно стала делать как будто она уже знает что там рисовать не вам помочь на меня тоже красил желтый черный желтый черный я не буду вас как мира закрасил в одно время бустер я уже опыт есть вы разговариваете в этого так изящно глазки закрыли сказали ходить первые эмоции что что расскажи что ты почувствовал ну у меня такие есть вот что я почувствовал не прикольно кстати такие освежающие гавайские согласен хотелось бы сейчас на море и вот нырнуть просто в соленую воде я сегодня нырял ты же знаешь можно не соленый мы сегодня как раз с караваем ныряли а вы сегодня были в аквапарке а давай тоже был да да прикольно так ну что перейдем к вопросу да давай давай дима засирайте нас а так нам и мы с этой новостью закончили уже да с киберпанком да я просто самом деле не знаю что не можно ответить ну хотя бы давайте тогда подведем итог как вообще игра то в нее все играют ну все играли как минимум вообще игра то как вам давайте сделаем так модерес создайте пожалуйста опросик на максимальной шкале про киберпанк как вам игра я прошел ты прошел всю на одну концовку и сколько дней у вас потребовалось 20 часов на одну концовку такой вопрос алексей у прошмановки вы были да 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 причем у меня было три секса в игре одна у проститутки в игре вторая у сюжетного персонажа и третья тоже сюжетного персонажа а еще вот касаемо вопросов с графиками великие там проблемы на сцене это же бета-версия я купил кучу скринов где бля такой графон пизданулся там просто мыло блять реально машины чисто летают они ездят прям графон пиздец то есть но это я так понимаю в силу того что это бета-версия если в ней будет ну нет там есть ну там есть да я проиграл на стриме вот может быть ну вот пацаны видели мои вот но я поиграл онлайн будет но я думаю что это больше соло игра мне так кажется но онлайн и рп будет а вот как она будет я вот сейчас вышел из двери и не увидел свою жену у меня вопрос она уже в принципе пошла подавать на развод или она где-то здесь я думаю алексей она где-то стоял за углом и когда увидел в шортике уже точно окончательно решилась вот кстати чел грамотно написал смотрите сколько там голосование ребят крестик нажал вместо раскрыть потенциал короче что чел вот написал правильно будет третье лицо тогда и попиздим вот по факту это же игра должна была в третьем лице мне кажется какая третья в третьем лице за машиной может сидеть или за мотоциклом а мне нравится игра первое лицо почему мне нравится да нормально мне тоже кажется алексей вас верблюжий копытц и что сейчас еще можно губки губки красненьким или губки бантиком еще и щечки румянули на тетю похож алексей пиздец тетя лёша не сильно ой ни хрена себе вопрос на хуя и зачем или как я готов продолжаем мы с киберпанком вопрос разобрали и перейдем к следующему вопросу которые заготовили мои величайшие ведущие просто я забыл сделать не всегда итак война что вот из последнего знаешь вот такого прям из-за произошедшего не очень жесткую диву что я обратил свое внимание то что ты хочешь обсудить прямо здесь сейчас мало макияжу макияжа много не бывает вы такая скромница да алексей но рукодельница сегодня я понял рукодельница та еще рукодельница ну что а не стратите обсудить по поводу нового участника 89го склада сдавая кто это кто нет но есть информация заканчивается на м а начинается на м заканчивается на н никнейм мне можно что манурин не 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 это это алексей это не это фейк нет это не это фейк а мне кажется ты знаешь что это девушка Моргена ну мне кажется да Виляра потому что она как раз постреливалась с Хесусом ну наверное да и возможно иначе нашли такой коннект наверное а по-моему это парнишка такой с бородкой да что но участник Моргенштерна это не парнишка с бородкой нет нет я имею ввиду участник 89го склада Динник у него ник по моему нет Заквель нет нет Заквеля взяли уже а другой еще там еще там сейчас двоих взяли 89 слушай а схват набирает обороты нет да ну это точно еще не точная информация по поводу того кого взяли что видели что Вова какой-то коллаб сделал там с какой-то Кобра да да это компьютерный клуб да я так понял компьютерный клуб какой-то комикс хаус написан Вова предложил мне этот мерч и сказал давай я тебе подарю будешь на стриме сидеть и вот у меня вопрос выгодное предложение а как я могу сидеть на стриме в мерче 89го склада шлют я спросил может это их тактика запланирована да Вова ничего не ответил я отказался ну как я не отказался я сказал ну давай но он мне так и не дал ну я надеюсь Алексей вы не примете это предложение потому что ваше сердечко занято фрик-складом да мне кто-то до сих пор просто в худи фрик-склада не дал кто-то до сих пор сука не просил его блять давайте не будем об этом Вячеслав а у кого взять можно худи фрик-склада у белого человека в белом худи мы хотели сказать человека у человека в белом худи это да это все верно я сегодня в белом худи в белой футболке и в белой повеске да именно это я имел ввиду у меня тоже нет худи а хули а вот а худи а худи окей окей так это то есть ты не знаешь что это будет ну мне кажется это Дилара ну не знаю точно мне кажется Дилар звучит как Макларен да это кто коньяк Макларен Макларен коньяк ребята и машина да кто-то хоть раз слышал коньяк Макларен а Макалон точно в египте виски коньяк Макларен блять и текила блять ламборгини красиво как он звучит солидно классно так что дальше футбол Криштиану Роналду да Алексей именно фрифайер но это это будущее как вы считаете это первый шаг его на площадку стримерскую это просто проплаченная акция он постримит и забудет там бабок просто там просто дали огромное все же прекрасно знают что на данный момент мобильный гейминг зарабатывает в разы больше чем игры я это прекрасно понимаю Алексей потому что сколько я вдонил в мобильный вы вдонили огромное количество денег вот и поэтому соответственно из-за этого сейчас Роналду он же парень серьезный серьезный футболист ему предложили огромное количество денег запустить стрим он там поиграет что-то там пальцами потыкаем он там заплатит пару миллионов ну вы согласились ли тебе за пару миллионов потыкать пальцами? а я уже тыкал но не за пару правда к сожалению но тыкал он да это прикольно знаешь такие кентызов залетают вообще что ты скажешь на эту кину я рассчитывал что когда он придет в новую аудиторию часть из этой аудитории что такое Ваня что такое эти вы маленькие как думаешь слава часть из его аудитории который он придет на твич будет смотреть тебя? я думаю да будут кричать офсайт там они скорее всего португальцы а как говорят португальцы? на бразильском нет бразильцы говорят на португальском да? не на испанском на испанском ну пусть будет по вашему ну окей ну хуй узнать это просто хороший регулярный контракт и по мне нормальные бабки то есть кентик вырвался но уверен еще в принципе мне кажется он на добром слове не знаю почему они не взяли строго блин фрифайр у него в принципе на стриме есть время для интеграции это что-то вроде это что-то вроде PUBG у него сейчас в принципе стрим идет минут по 40 первые 20 минут занимаются интеграцией у него есть тоже под фрифайр не могу не спросить вот весь чат спамят буквально естественно они хотят узнать это недавно буквально случился конфликт строго импала там жесткая закусь короче рассказываю что было собственно сидели они на стриме и так вышло что импала короче девочку строго трахнули который нет подожди у строго есть девочка будущее могла да могла была быть и импала жестко выебал ее короче ну естественно на этой почве не поделили и что вообще думаешь на тему пиздец и он начал срать он начал срать в ответ но в итоге как все вышло в итоге мы помирились так что все нормально давай так в итоге конфликт исчерпан да да я после игры ему написал типа sorry я это говорил для стрима не опрал он сказал типа извини и все нормально мы чтоб ты еще так сменивался смотришь на меня тут ехе строго расскажи какое ощущение перед камрой я прекрасно понимаю 뭐 о чем идет строго речь она занималась короче покой я раньше боялся камерой я честно говорю очень сильно волновался И очень прикольно, когда ты, знаешь, вот свой страх перебарываешь, и потом выходишь из зоны комфорта, короче. Я предлагаю, давайте мы поможем строго выйти из зоны комфорта. Не надо. Нет, не надо. Надо строго, надо. Может быть, каким-нибудь... Может быть, стих с выражением? Я узнал, что у меня есть огромная семья. Скажу честно, знаешь, если кто-нибудь мне пару лет назад сказал бы рассказать стих на камере где-то на публике, я бы, конечно, блядь, обосрался. Почему? Ты в школе хочешь сказать, на сцене вы не выступали? Не, ну в школе это одно дело, блядь, я раньше очень боялся. То есть и... Ну сцен это страшнее, мне кажется, чем камера. Я помню, когда я в прошлый раз приехал на вечерний бустер, вот когда мы в другой студии делали, да, это очень дискомфортное ощущение, когда вот люди, камера, да, на тебя смотрят огромнейшая камера, и ты сидишь, и ты уже... Продолжай, продолжай. А нарвали, что вот его назвали жирафом? А кто целовал? В чате. Жираф. Жираф, говорит парень в чате. Целуй, ребята, дайте, а кто кого? Просто у нас тут иначе любого к любому. Жирафа, наверное, надо поцеловать, Вячеслав. Жирафа? Да. Целуй. Как это вас воняет с жирафом, ну пахнет точнее, точнее верблюдом. Пахнет верблюдом от жирафа, странно. Это, скорее всего, от верблюжьей лапки Алексея. Это точно маска верблюда, а не настоящий верблюд? Слова нету. Полом и кровью. Вячеслав. Так. Вот, это я просто, прям, правильно, просто прям, знаешь, я чувствовал запах верблюда. Да? Вот от маски прям. Ну ничего страшного. Я тоже. Прикольно. Вот. Минус Катя, пишу, Слав. А почему? Потому что я поцеловал, как верблюда? Да. Может, это женский пол. А почему чай своя? Почему чай своя? Минус Катя. А, кстати. Знаешь, почему чай своя? А, потому что он просил сердечко добавить, а ты его заигнорил. Я не видел, не видел. Да, он так долго держал, так, знаешь, вот так вот. Да, он тебе еще показал, типа, подставим, блядь, а ты такой, ну и... Жимана Ширинка расстегнут. А можно вернуть верблюда? Это фейк инфа, пацан. Это жира. Это жира? Нет, это верблю. А, это верблюда? Это жира. Верблюда! Верблюда! По-моему, Слава сейчас всечет. Все, конфликт исчерпан. Ура! Дорогое дело. Вы такие классные. Теперь мы наладили снова взаимоотношения, блядь. Извини, верблюда, что так вышло? Не, не, все, верблюда, сердечко дали, можешь шутить. Дайте строго паспорт. Я, ей-бога, честно, не видел. А для чего? А для чего? А для чего? А для чего? Не, не нужен, блин. Ва, мне кажется, просто давайте какой-нибудь стежок расскажем. Да не надо! Все, давайте продолжим. На самом деле мы не будем встречать, просто будет следующее задание, строго его будет делать какое-то там. От строго говорит, воняет. У нас же есть задание следующее, правильно? На самом деле это, Ванюка, очень круто, тебе понравится. Мне понравился, потом увидел. Не, просто хотел сказать, а это может быть спойлер будет, поэтому я не буду. Ну ладно. Лучше без спойлеров. Лучше без спойлеров, лучше бамперы. Продолжаем? Давай, да, вернемся. А на чем мы там, мы разобрали вопрос, как раз, с Кристианом Роданом, то, что продался. Ну я бы продался, конечно, за пару миллионов долларов, тем более, потыкать во Free Fire. Кто бы здесь не продался за пару миллионов долларов во Free Fire? Ну я не считаю, что это что-то зашкварное, поиграть в игру, тем более. Слушай, ну когда такой ценник озвучит, это зашкварное забирать. Это то же самое, что и пап. Вячеслав. Там много кто, кстати, играет. Плюс в чат, кто играет. А в Brawl Stars кто играет? Пишите я и в какую игру вы хуярите. Сейчас мы не поймем, кто я. Пусть просто пишут я и в какую игру вы хуярите. Там может быть что-то обидное. Я и там уже будет не игра написано, значит, что-то другое. Я бы продался. Не, в разные игры играют, это прикольно на самом деле. Это верно. Окей, ну что, ребят, перейдем к следующему вопросу. Так. Ну давайте вопрос. Собственно, блядь. Давайте обсудим вопрос. Вы что, у нас новостной вопрос будет или просто вопрос? Ну вот последний, что вот из последнего вопроса будет. Хорошо. Как вам нововведение? Блядь, то, что хотел сказать. Вот я вот, знаешь, то, что мне в первое сразу... Ну знаете, пока вы думаете, мы говорим, Вячеслав. Слушай, а это красиво. Как вам нововведение? Ну, есть все так. Так еще же не ввели. Еще не ввели. 22 декабря. Января. Января? Да, января. Да, января. Да, января 2021 года. Ну, хорошо. Хорошо. Да. Ну, смотрите. Вот, например, обсудим момент того... Я подам. Обсудим момент того, что, например, чрезмерное, так скажем, огромное количество приятных слов человеку, комплимент для человека, это тоже может быть вызвано как, соответственно, некое... Нет, 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 нет. Это не так. Ну, как будто сексуальное преследование. Это не так. Смотрите, Алексей. То есть человеку... Давай так, Алексей, давай так. У вас есть полный список нововведений? Они вообще где-то есть? Ну, они прописаны, да, там прям конкретика есть. Вот интересно было посмотреть. Так я вам хочу сказать, что, Вячеслав, теперь внешность человека, вот моя внешность, вам нравится? Очень. Вот, все, скажите об этом и больше ничего не говорите. Потому что теперь обсуждать внешность человека в любом... А если вы мой друг, Алексей? В любом виде. Ну, я же на вас репорт не отправлю. Ну, вот. Главное, чтобы... Главное, чтобы на вас репорт не отправили. То есть, например... Репорт именно отправит сам человек, на которого ты, про которого говоришь. Мне очень говорят, потому что, знаете, я пиздлявый, туда-сюда, там много всего говорю, там, да. Ну, естественно, я, блядь, с свечом проконсультировался, блядь. И вот эти шутки, которые мы шутим между собой, среди своих друзей, их можно шутить. Их можно, да. Но если я скажу, не говори так, и ты начнешь, продолжишь это мне говорить, и я могу на тебя кинуть репорты. Да, да, да. То есть, все-таки можно будет обсуждать внешность. Под угрозой. Наташа, то есть, все-таки можно будет обсуждать внешность, но если чел тебе скажут, ты охренел так делать, то тебе могут... Не-не-не, если ты повторяешь, то есть, несмотря на все вот эти запреты, ты продолжаешь импульсивно говорить, что, во, давай, все-таки что-то заколадимся, ты красиво, ты заебала, что-то ломаешься. То, если это, ну, как бы, стримеру не нравится, и стример сам может подать на тебя жалобу, тогда, да, тебя забанят. Это в защиту. Ну, то есть, я могу, вот я недавно проходил тест, там, да, оценивал девушек, например. Ничего не будет, ничего не будет. Ничего, просто фотография, я говорю, вот такая. Ты должен к ней на стрим зайти, постоянно ей говорить, ты красивая, тебе скажут спасибо. А не стримерши даже, это БТС группы эти. Так без разницы, хорошо, они на стрим, к любому человеку. Корейские группы танцевальные, не спрашиваю, почему. С одной стороны, это неплохо, просто иногда, например, зайдя к какой-то, правда, красивой стримерши, ты ей говоришь, о, привет, ты прикольная, типа, или красивая. А она, типа, такая, Твич начинает говорить, мне не нравится, что мне это говорит, типа, забаньте тому, например, да, и нет никаких у нас, так скажем, вот этих граней. Понятное дело, что если ты перебарщиваешь и постоянно говоришь, ты красивый, ты красивый, ты красивый, ты красивый. Ну, слушай, грань, наверное, как раз, это как повезет, то есть, это как человек отреагирует на твои слова. На Твиче, в принципе, как повезет, брат. Да. Самая лучшая стриминговая площадка Twitch.tv Это верно. Подписывайтесь на меня и на ребят. Мы тут все стримимим, все счастливы. Алина и Симпл пишут вопрос в чате. Я не знаю, как мы можем на него ответить. Нет, мы пока не обсуждаем же этот вопрос. Ребят, знаете, что-то обсудить. Мы можем обсудить точно. Порадоваться. Да, просто давайте радоваться. И, в принципе, мы тоже самое, все, что и вы видим. Да, мы не лезем ни в свое дело. Да, да, да. То есть, я не очень люблю, на самом деле, копаться, знаете, там, типа, в чьих-то отношениях. Это их дела. Наталья. Да. Мы ваши дела тоже не обсуждаем. Спасибо. И мои тоже. И славины. А строго мы обсуждаем? Кого ты расслабил, блядь? А? Что ты, врачи, письку кому вставлю? Ладно, не пизди, блядь. Вячеслав, там пришла рубрика. О, самое время, мне кажется. Да, ребят, знаете, и смотрите, мы... Это для Анталии. Да, это для Анталии, да? Смотрите, ребят, мы... Анталии недорого. Две недели. Мы чуть-чуть решили... Ну, я как бы не могу сказать, что мы довели сценарий шоу. Дерегал, мы решили чуть его, так сказать, подправить. Ну, да, освежить. И решили, так сказать, вклинивать всякие интересные рубрики, там, прикольчики, всякие игрушки между новостями, которые мы еще не будем обсуждать. И первая рубрика, Наталья, как она называется? Она называется «Ниже пояса», я так поняла. Да, она так и называется, совершенно верно. Да, я буду парням, получается, задавать по очереди вопросы каждому из вас. И кто будет давать правильный ответ, тому я буду давать вот это вот. Пососать. Вот, сосать, короче. Пососать. Хорошо. Кто будет первый? Давай строго. Давай, давай, сменяю. Строго как раз больше со сексуального опыта. И когда зашла речь, о реальности, то есть. Сосать хочет быстрее. Сразу хочу. Или же просто хочешь первый в ротик взять. Сразу хочу, вопросы создавала не я. Да, давайте скажем, вопросы, да, просто это факты. Или же не факты. Факты, да? Факты, да. А в чем вопрос заключается? Вопросы сексуального вопроса. А, то есть это факты, да, это факты, которые вам просто озвучивают. Это как, знаешь, как нашел сексометр. А можешь первый вопрос задать? Секс-продомер, да. Наташа, первый вопрос. А мне нужно будет, правда, или... Верблюду? А верблюд не умеет говорить. А он кивнет, если что. Да, или нет? Верблюд умеет зато раскивать бабочку. А я не знаю, какой вопрос тут. Надо словами отвечать. Да? Да. Тогда верблюд без вопроса. Верблюд, да поскольку ты не говоришь, то... Вот так вот вышло. Извини. Поскольку ты не говоришь, верблюд, можешь просто пофлечься. Да и сосать не сможешь, у тебя же это... Нету рта. Вот это хорошо, верблюд. Вот это круто. А Абл сможешь исполнить? Абу-бандит. Абу-бандит сможешь исполнить? Не сможет, ну ладно. Да ладно, это танец просто в обмен. Да, запеет просто. Строгий вопрос для вас. Давай. Да. Сколько столовых ложек крови нужно для эрекции члена среднего размера? Имеется в виду объем крови, который должен перелить к члену. Судя по строгу, у него сейчас вся кровь в голове поделает. У меня, судя по сути, голова не мягает. Да-да-да. Не шипой. Просто упала башка у нас по низу, блядь. Строгий член — это то, что... Примерно. Строгий член — это то, что... Алексей? Я так говорю, что-то среднестатистическом члене, потому что, допустим, для члена строго члена достаточно... Это в любой член, Вячеслав. Да, среднего размера. Среднего размера. В объемах. Столовок ложек? Да. Ну, давай, три будет. Давай, три. Это неправильно. Ответ вы не получаете. Сосульку, две столовые ложки. Сколько? Две столовые ложки — правильный ответ. Ну, почти. Почти. Интересно, кстати, фото. Три — это, наверное, для большого размера. Кстати, Вячеслав. А, Вербуда зовут Кельвин. Я знаю. А чего вы не называете его, по-другому? Кельвин, ради бога, прости, пожалуйста, что я так неуважительно к тебе относился. Я заглажу свой вопрос. Так, Дмитрий, следующий вопрос. А можно, прежде чем ты задашь вопрос, я задам вопрос, ну, кому-нибудь из вас? Окей, именно. Просто продолжай вот это про ложки крови. Если очень большой член, и происходит эрекция, и вся кровь приливается к нему, можно ли потерять сознание? Бывало ли такие случаи в истории? То есть, грубо говоря, то, что член вытепопший, все соки, да? Да, вся кровь отступает, и ты теряешь сознание. Ну, конечно, может быть, да. Бывало ли такая история? Такого не было. Не-мимо. Такого члена просто не существует. Слушайте, ну, я, ребят, могу вас сейчас жестко удивить, но… Вы теряли сознание? Я сверху не вернулся просто. А, ребят, именно из-за эрекции я первый раз в жизни потерял свое сознание. Сознание? Сознание, блядь. Да, я в ахуе. Просто жестко к залупе прилило, ребят. Ножки ослабели сразу, зашатался, походка изменилась, лицо побледнело. И все. Так, Дмитрий, вы сможете ответить на этот вопрос? Да, такого не бывает. Такого не было. Вы профессионал, да? В сексуальном плане, я подозреваю. Да. Судя по вашим похождениям, да. Вопрос. Блядь, дух. Сексомния. Что с тобой? Сексомния. Сексомния. Что с тобой? Сексомния или сексомния? Нет, не такого сексомния, правильно? Сексомния – это бессонница из эротических фантазий. Вариант А. Вариант Б. Сексуальная активность во время сна. В. Эротические сновидения. Г. Витамнезии из-за травмы, когда человек забывает от секса сразу после его окончания. В. На нахуй. От секса тут написано. В. От секса? В. От секси. В. В. Вам повторить варианты? В. Можешь второй повторить? В. Сексуальная активность во время сна. В. 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 Сексуальна – это боязнь секса. В. Первый вариант бессонница из эротических фантазий. Третье эротические сновидения и четвертый вид амнезии из-за травмы, когда человек забывает о сексе сразу после его окончания. Нет, это первый вариант. Это когда секс без сна. Неправильно. Сегда правильно? Неправильно. В смысле? Я все равно дам вам пососать. Пососите, Дмитрий. Дмитрий, отсосите. Вы проиграли, поэтому пососите. Кто такой маленький? Сколько тут можно столового кладу? Так, Слав, если вы правильно ответите на этот вопрос, я дам вам пососать 10 чупочется. Десячно? Нет, это я так хорошо. Вопрос. Древнегреческий секс-работница рекламировали услуги при помощи. А. Отпечатков от обуви на дороге. Б. Объявления на колоннах. В. Списка дома. Объявленных полисом секс-работниц. Г. Подношений в храме Афродита. Мне почему-то кажется... Отпечатки, объявления, списки и подношения. Мне кажется, почему-то второе. Отпечатки? Нет, то, что на колоннах рекламные объявления. Думаешь, что это были? Мне кажется, да. Мне кажется, отпечатки. Представляете, это неверный ответ. Отпечатки от обуви... Да ёпт, что-то, что-то, типа, кроссовки, подошви? Видимо, да. Специальные были, да. Подошвы шли. Да, типа, если ты следующ по вот этим следам, да, то... А ты не видел ни разу на асфальте вот эти вот рисунки, видя секс... Ну, это сказать можно? Ну, да. Секс-работницы в греческих полюсах делились на несколько каст. Обедневшие свободные женщины и те, кто выкупался из рабства, могли рекламировать услуги. Сохранились, например, сандалии, которыми оставляли на земле отпечаток «Следуй за мной». Алексей, вы должны, я думаю, правильно ответить. Хорошо, Назали, давайте. Как вы самый старший, самый старый. Дмитрий Ликс, да. Хорошо. Какого из этих терминов не существует? Газлайтинг, трибодизм, тульпа, стриплойнинг. Стриплойнинг. Еще раз, пожалуйста, Наталья. Газлайтинг, трибодизм, тульпа, стриплойнинг. Пусть будет тульпа. Неправильный ответ. А кто, стриплойнинг? Стриплойнинг, да? Это выдуманная фигня, зато есть триплой и вид стейка. Хотел сказать триплой. О, я знаю, такой. Наверное. Ну, я тоже пососу, если вы не против. Да. Спасибо. Хорошо, строго. Давай, Наташа. Если вы захотите сохранить свою сперму для потомков, очень актуально. На сколько градусов придется поставить в морозилку? Сколько секунд? Секунд? Или минут. По времени? Да. Сколько секунд по времени? Подожди, а чтобы что? Чтобы сохранить свою сперму для потомков. У него она на зеркале хранится. А, минус градусы. Тут просто... На сколько минут? Тут просто S маленькая, типа без... На медленном, на слабом огне держать. Кипятить, бля, еб-то. Потом в чай, бля, еб-то. На сколько градусов? Примерно. Хотя бы. Прибыли, давай, там есть какое-то... Конечно, каждый день, блядь, замораживают для потомков, нахрен. Ну, вот от десяти до... А, он еще, я думал, меньше нужно. А, нет, больше. Ну, от минус десяти до минус-пятисот пусть будет. Да можно во рту сохранить. Блокое разборос, Наталья. Давай четыреста девять за девять. Штрого. Давай разыграем эту сперму. Гениальная идея, просто делать клад и сперму. Минус... Минус по городу. Двадцать? Нет. Правильный ответ, минус сто девяносто шесть. Че? Че, бля. Да. Минус сто девяносто два градуса. Пишут минус сто девяносто... А, пишут минус сто девяносто два. Да, да? Да, нет, сто девяносто два просто, плюс. Плюс сто девяносто два, наверное, да? Хорошо. Да кто же заработает уже... Судяносто два? Минус сто девяносто шесть. А, шесть, бля. Хорошо. Давайте. Дмитрий Викс. Да. Вопрос. И вы должны ответить на него верно. Ничтесно, а то второй придется брать. Только верно. С помощью какого прибора можно измерить эрекцию? Линейка. Молодушка. Эрекцимер. Линейка. Полиграф. Плетизмограф. Кто-кто? Плетизмограф. Эректоскоп. Похоже. И осциллограф. Эректоскоп. Нет. В то смысле нет. А чем измерять эреков измеряет? Эреков. Вопрос, а как, что значит понять, эрекция измеряется перед зеркалом? Она либо есть, либо ее нету. Как ее измерять? Ну, есть, видимо, специальные приборы. Акадийский аппарат. А какой параллельный ответ? Плетизмограф. Этот прибор позволяет регистрировать малейшие изменения объема частей тела, зависящих от состояния кровеносных сосудов. Его можно использовать и для измерения пениса. Не знаю, может быть, это у нас с научной точки зрения подойти к этому вопросу. Да, с медицинской точки зрения. Ну, давай тогда второй. А интересно? Да все уже. А, все? Да. Все больше нет? Есть, есть. Еще раз, два, три, четыре. Четыре вопроса. Вы, Алексей, хотите это все? Наобрань, я тебе задам Вячеслав. Хорошо, давай. Проверим осведомленность. Давай. Вячеслав. Я бы ни на какой ответ ответил. А, я бы не на какой ответил. Хорошо, Алексей. Жители Греции по статистике занимаются сексом чаще всех других наций. Сколько раз в год средний грек занимается сексом? Сколько раз в год? Сколько раз в год. А варианты ответа есть? Нет. А почему меня пропустили? А почему его? Это вам, это вам. А, это мне. Да. В туристический сезон больше. Мне кажется, в туристический сезон, да. Да, но, знаешь, давай средний, сколько средний статистический секс? Сколько раз их, да? Да. Сколько раз в год грек занимается сексом? Почему так грек? Ну, потому что они чаще всего занимаются сексом. Ехал грека через реку, там тепло видит грека в реках. Чаще всего других наций. Чаще всех других. Почти, 138. Ну, это прям точно нужен ответ. А меньше всего секса у японцев. 45 раз в год. Да? Да, я думаю, они наоборот. Я думаю, япония. Нет, ты с китайцем будешь. Ну, тут написано японцев. А я не знаю, что ты думаешь. Я не думаю, что это в греке. А, наверное, по китайцам, да, я думаю. Только 45? А старые училиются? А что там, наверное, на втором месте? Ну, это средний, это средний показатель. Да, опять же, да, то есть старые. Меньше ролики не считаем. Меньше, чем японцев? У меня, блядь, в 45 раз. Давайте, Алексей. Вот это легкий вопрос. Чаще всего сексом строго заниматься. Какую особенность женского тела впервые для светской живописи детально прорисовывали на картине 18 века? Родинки на шее, лобковые волосы, напряженные соски, целлюлит. Зубку почувств. Напряженные соски. А, слышишь? Да? Нет. Нет? Подожди. Соски. А, это уже вопрос был? Ой, ответ был? Да, пожалуйста. Начиная с эпохи возрождения женщин, часто изображались торчащие потянутой грудью, что символизировало юность и плодородие. Я победил. А вот изображение лобковых волос было скандальным за картину Маха обнаженная. Я сосать беру. Да я тебе задам, Антах. Ну-ка, дай. Да она все прочитала. Потом я что вопрос? Ну там... А ты прочитал, дай? А задай ей первое, она уже забыла ответ. Нет, я задам последний, наоборот. То есть, у тебя есть вопросы, где нереально вспомнили. А я не отвечу правильно, я ничего не знаю. Ну ты читала, да, наверное? Нет, я не читала. Вы ничего не знаете про сцену, Дарья? Я на всех случаях пропущу вот этот вопрос и задам тебе последний вопрос. Давай. Потому что ты его точно не читала. В какой ситуации нельзя достичь оргазма? По крайней мере, такой случай еще не описан. В какой ситуации нельзя достичь оргазма? Да, ну да. Ответы? По крайней мере, такой случай еще не описан. При массировании колена, при чистке зубов, при фантазиях о сексе и во время уборки. Я знаю ответ. А вопрос еще раз повтори. Пишется строго. Вопрос. В какой ситуации нельзя достичь оргазма? По крайней мере, такой случай еще не описан. То есть, имеется в виду, при каком действии ты не можешь достичь оргазма. То есть, сто процентов такого еще не было. Ну смотри, массируют коленку, ты думаешь о массировании коленки? Ты можешь, наверное. Но у тебя может эрогенная зона быть. Да, может быть эрогенная зона коленка. И ты тогда... Когда потом что? Какой там третий вариант? Третий вариант, смотри. Второй, при чистке зубов. Чистка зубов тоже можешь подумать. Мне кажется, вот зачку запихивают, типа. Ну можешь подумать об этом, все нормально. Смотри, третье, при фантазии о сексе. Тоже можно. И третье, наверное, при уборке. И четвертое, во время уборки. Во время уборки, я думаю. Да. Я, кстати, ты фильм смотрел во время уборки там. Ну это легкий. Я считаю, что при фантазии нельзя. Во время уборки ты не можешь концентрироваться на чем-то другом, нежели чем-то. Но ты не смотрела эти фильмы прикольные? Короче, твой вариант ответа. Нет. Уборка? Да, уборка. Уборка. Окей. Случай, приведенный Мэри Роуч в книге «Секс для науки. Наука для секса» связан с женщиной, которая испытывала оргазм как раз во время чистки зубов. Она обратилась к врачу, который пришел к выводу, что дело в сложном комплексе сенсорно-моторных действий, который мы производим во время чистки зубов. То же самое касается и остальных вариантов. Все, что описано в литературе. Кроме варианта с уборкой. Пармуха с пылесосом не в счет. Девятый вопрос задай вот кому-нибудь строго. Мне давай строго. Я уже ответил на два. Давай мне. Давай, Ванечка. Вы неправильно ответили. Давай, Ванелла. Меня чупа-чуп снушим. Я единственная, мне кажется, правильно ответила на вопрос. Да. Алексей. У каких животных есть своеобразный аналог пояса верности? Знаешь, что пояс верности? Сколько у тебя нет? У грызунов, у приматов, у кошачьих, у дельфинов? Это ты и строго в камеру. Ты зря ему напомнил. Когда дельфинам тебя вообще подобраться. У каких животных есть своеобразный аналог пояса верности? У грызунов, у приматов, у кошачьих, у дельфинов. Мне кажется, вариант четвертый у дельфинов. Так. У дельфинов? Нет, это неверный ответ. Но пососать вы получаете. Давай, наконец-то. У многих видов грызунов самцы снабжены мощными железами, вырабатывающие вещество, из-за которого они делают твердую резинообразную пробку. Заканчив полового акта, они заталкивают его в половые пути партнерши, чтобы предотвратить. В половые пути партнерши. А есть видеофрагмент, чтобы понять? Чтобы предотвратить, я спариваю меня соперника. Не показывайте, пожалуйста, видеофставку. Не надо, не надо. Домашние мыши способны сделать эту пробку такой твердой, что от нее отскакивает скальпель. Реально? Ничего себе. Бурури, нихуя вы. Бурури Аут Вест. Бурури Аут Вест. Невероятно. Я надеюсь, что мы сексуально просветились с вами, друзья. Я думаю, это была хорошая образовательная такая. Конечно же. Потому что главное что? Знать о сексе. Потому что если ты не знаешь о сексе, то секс не знает о тебе. У тебя его и не будет. Потому что строго, допустим, не знал, что такое секс. А после этой передачи секс у него? Будет. Не будет все равно. Ну как, все изменилось. Он только узнал о нем. Надо еще и это. Согласен. Осознать? Когда осознать, да. Надо проникнуться этими знаниями. Так, ну что, перейдем, так сказать, к следующим действиям. Сейчас я посмотрю сценарий своим ебанутым. Вань, сядь нормально, ну пиздец. Давай лошариков, конечно. Давай лошариков, блядь, сделаем. Давай лошариков, ребят. Заносите лошариков, блядь. Впускай. А я сейчас быстренько расскажу, что за правила. А это ну для... Может мне переодеться для лошариков? Алексей Микрих, это будет намного сексуальнее в шартиках. Ты себя чувствуешь? Да нет, я себя чувствую, нормально. Мне кажется, переодеться имеет смысл после. Значит, смотрите, ребята, очень просто. Рассказываю вам, вы рассказываете всем остальным. Две команды, два дивана. Сейчас ребята вам расскажут. Вам их надо будет надуть. Внимание, да? После этого вы убираете костюмчики. Здесь есть главные уборочки у нас, всякие, буа. И причем всякое. Чуть-чуть надо распределить. И дальше, что делают команды? Значит, надо лопнуть шарик между собой. В плотном контакте. В плотном контакте? Ну, короче, вот... Три шарика, это тоже важно. Разнообразие тоже оценивается, наша комиссия. Да, смотрите, жюри всего этого мероприятия, будет Наталья Берникова. Как и есть. Да. Наталья Берникова будет судить, кто конкретно нормально шарик засадил. То есть Наталья сегодня не лошарик? Наталья сегодня, так сказать, судит лошариков. Хорошо. Хорошо, ребята, вот вам немного пуха. Можно мне вот этот пух красный, пожалуйста, Вячеслав? Не пуха, не пиран. Он ждал меня. Пуха, нихуя, блядь. Спасибо. Здесь есть модные, да, аксессуары. Ух, дала, сюда, ух, дала. Я каску. Каску давай. Прятай, тебя спасет. Можно звукорежиссера ко мне, пожалуйста? Вот это я взял. Вот это тебе, да. Ты не передаешь, хорошо? Да, мне кажется, да. Такая вы сегодня, Алексей, гламурная. Мне кажется, Леша, мы уже не спасем. Согласен. Ремиссер. Жвукорежиссер. Чтобы все было без подвоха, мы не стали их надувать заранее. То есть мы надуваем? Да, вы надуваете. А когда завязывают? А, завязывать, точно. Ну, узелок, нет? Блядь, куда? Смотрите, я вам покажу метод двух пальцев. Реван, он же злобный. Смотрите, вот шарик, вот два пальца. Понимание, да? Метод двух пальцев я знаю, только не с шариками. Я могу завязывать, ребят. Так, хорошо. Давайте я вам помогу, друзья, дайте. Вы пока даже пробуйте, пробуйте. Пробуйте. Что, надо надувать? Да. Что, тут башка улопнет? Если вас не отравили, А сколько шариков нужно надувать? Надо немножко поправить ваш звук. Пройдите? Конечно, конечно. Замечательно. Диман, больше. Диман, Диман! Как мы могли это сделать? Ты не ударился, не поранился, нет? Нет, только сейчас я пострялся. Поэтому я взял каску. Я не могу его надуть. Легкими работайте, легкими. Наталья, легкими. Как? А можно еще раз технику двух пальцев? Кельвин, в нем жарко. Спасибо, Кельвин. Нет, это очень мало, но ты хрен лопнишил. У меня мало? Да, блядь. Нет, нормально. Ого, плохо стало. Смотрите, уже сразу нарядно, праздник, да? Уже сразу настроение такое. У меня давление поднялось. Легко, меня пишет. Оп, и теперь между двух пальчиков. Так, метод двух пальчиков вот так. О, натянули. Вот так вот, да? Практически, да. Там главное между потом подскажите. Вот. Почти. Я не сильно надул? Давай лучше. Я не могу. Завязывай шарик? Конечно. На скорость? За 15 секунд у больших шариков завязывали? Когда-то за это платили? Да, да, да. Надуть, блядь. За надутый шарик? Нет, за надутый колбасный шариков. Добняй. На стол, не забыл. Держи, держи, держи. Куда ты отпускаешь? Держи. А все, уже есть? Сейчас пойдет. Вот сейчас пойдет. Да, вертись. Ну что, у нас, мне кажется, есть шарики уже готовы? Да, да, да. Ну что, начнем? Посмотрите, сейчас. Шарики проходите. Пиздеточки. Да, отмашка будет Наталье? Да. Да, вот только важно понять, какие позы. Это творческий колбас. Блядь. Самаевым шоком? Так, я, пожалуй, с вами буду, так сказать, на диване будут. Пацаны будут, потому-то все хорошо. Да, я смотрю, не пойму, что с вами будет. Нам надо стоять? Да. Пиздец, блядь. Давайте, смотрите. Я сдалась. Кто первый, да? Просто красиво попами. Можно на время, тогда нас засеять. А, жопами? Попами красиво, сексуально. А сколько засеять? Сколько засеять по времени? Просто за сколько они справятся с тремя шариками? Сколько у нас уйдет времени? А, с тремя шариками? Так. То есть мы как хотим это делать? Как хотите, три шарика. А им можно помогать, типа, шарик подставлять? Можно, наверное, да? Вы готовы? Давайте. Да. Раз, два, три. Давай, дави, дави, дави! Давай, там, Слава, к тебе лезет штучка куда-то. Еще один, еще, 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 еще. Еще так же? Да, да, да. А мне больно там было, Слава. Терпи, терпи. Давай вот так вот. Слав, мне было больно. Давай, давай. Давай, давай. Что-то произойдет. Готов? Давай. Давай, давай! Это побольше. Виде, Слав? Подставляй, служу. Терпи, жопу. Вообще, это динамечная игра. Готовы? Давай, давай. Сильнее давите! Чего вы слабенькие такие? Да, так вот, так вот, так вот. Вот так вот! Бля! Давай, давай. Ха-ха! Еще один, еще, еще, еще. А, еще третий, третий, да. А у нас один сдутый, нам хорошим нужен надутый. Так надуй, Диман, глядь. Куда я его? А вот у меня надури дувать буду. А вот он дутый, три шарика. Давай, давай. Жопу выпучите! Сильнее! Все. Сколько? Минуту в 0,5. Минуту в 0,5. Сейчас в другую позу. Другую? Другую? Грудью, например. Давай передом. Вот так вот. А тебе не ударит шарик? Тебе главное, чтобы каска в подбородок не ударила, упадешь. Слушай, педречек пока не основа. Там, кедречек, кедречек. Там... Не, у меня сбоку она. Другая поза? Это мы должны сами придумать. Да. Наташа, ты хочешь, смотри, ты ложишься, я на тебя шар кладу сверху. Время засечешь? Да, 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 засеку. Ну да. Как еще раз? Смотри, ты ложишься просто на пол. Вот так вот. Ну как, планку умеешь держать? Ну. Вот так вот. Вполне еще. Давай, давай. Ну так вот. Давай, давай, давай. А я сверху на тебя. Давай. И ломаем. А его так будет видно? Ну, можно сделать, наверное. Ну, там, наверное, будет видно. Слушай, знаете, я хочу телефон, хочу сториз. Давай. Давай один ты, потом... Да, потом меняем позу. Нет, не меняем позу, ты ложишься. Нет, ты сейчас на планку сначала. Да, потом ты. Да, потом я, хорошо. На, Наташа, хотя этот вздутый. Все, видно же? Все. Красиво. Все, ложись на планку тогда. Нам нужно чуть наискосок, чтобы камера видела. Видно, вон, смотри, видно. А, все, я понял. Ну, чтобы не... Ну, все будет видно. Ложись. Ложись на планочку, на локтевую. Готов? А можно сразу два шарика, слышь? О, один шарик под тебя, второй на тебе, и мы одновременно падаем. Давай. Нет, сразу два нельзя, по одному. По одному. Тогда убирай шарик тот из по себя. Ну, давай, садись на меня. Да в смысле, шарик между нами должен быть. А, бля, я думал. А зачем? Ты что, осуждаешь шоу? Да сел бы на него. Ты права попья, по-моему, сосица будет? О, бля. Подожди, я время не засекла. Старт. Еще, давай. Еще, еще. Давай еще так же. Давай, давай. Да, да, засекала. Идет время, время идет. Давай, давай, давай. Давай, вспанек, нам быстрее нужно. Блядь. Еще один. Давай, давай, теперь я сверху, блядь. Готов? Давай. Ума. 25 секунд. Изи. 25 секунд. Да, и, блядь, ты перебошел немножко. Мне лучше базу, Вячеслав. Она просто... Мы в этом моменте, так сказать, у них опыта больше, Алексей. У нас... Фух. Хороший наряд мне нравится. Ну что, как, Вань? Тебе понравилось? Давай, Диман, и я один еще. Давай. Готов? Да. А че, Семя? О, не слушай. Залучителем такой мощный, да? Просто яйца разлетели. Я так и без шарика. Комбасон на поле делал, блядь. Я так и без шарика делал. Без шарика? А здесь диван звучит. Так, ну что, перейдем, так сказать, к следующему. Каске жарко. Да, давайте новости, давайте новости. Новости, новости, новости. Да, да, давайте, давайте. Что, какие у вас новости есть, ребят? Расскажите, что у вас за хуйня там произошла? У нас? Да. Или на Твиче? Ну, на Твиче, естественно. У нас на Твиче. Знаете, Вячеслав, у нас сейчас... Пчелкины новости. А не раны? Или Пчелкины новости? Пчелкины новости. Показали Пчелкины новости. Давайте, заносите вам ростов. Что, Пчелкины новости, не новости? Новости, пойду. Давайте, заносите вам ростов. у дрона. Андрея. Андрюх, с днем рождения, Андрей. Капитан, когда отправляемся, желаем тебе всего самого наилучшего, чтобы ты так же развивался в треках своих. Это не мой диплом, у меня не красный. И продолжал так же смешно рофлить. Что-то прикольнее. Ну что, я на губах. Счастья-здоровья, счастья-здоровья. Я всегда засохну на губах. Согласен. Тебе разрешили смыть? Нет. Хорошо. Друзья, у нас есть небольшие новости для вас. Небольшие новости, которые произошли в мире. И, соответственно, эти новости должны обсудиться нами, потому что мы экспертная аналитика, которая может принять эти новости и, соответственно, на эти новости отреагировать. Вы готовы, друзья? Естественно, Алексей, мы уже ждем. Особенно Ванек, да? Ванек просто разъебил по факту эти новости. Хорошо. Давайте тогда начнем. Начнем с первой новости. Британская студентка начала продавать свои трусики и разбогатела. Может, о свече поговорим? Студентка факультета физики Ньюкаслского университета Великобритании начала продавать свои трусики и колготки. И теперь зарабатывает до 600 фунтов стерлингов в месяц. Об этом сообщает Daily Mail. Идея продавать свои вещи пришла 30-летней, одна ровесница со мной, Мел Браун, после того, как она выставила на eBay, eBay это аукцион такой, ну, на всякий случай. Свои трусики и на eBay несколько масок для Хэллоуина и получила сообщение от незнакомца, который предложил продавать ему ее поношенные перчатки за 15 фунтов. После этого он стал просить у меня нижнее белье. И оно вдохновило меня на развитие своего интернет-магазина, чтобы у меня был пассивный доход во время учебы. Теперь она носит трусики, носит лифчик, колготочки и продает это все. Как вам стартап? Спередила идею у Японии. Ну, слушай, вообще стартап в целом ничего, в принципе. Если есть какой-то вариант свои трусы обосранные продать, я бы... Нет, они у нее просто с ее запахом. Ну, с запахом жопы. Ну, и не только. Не только жопы. Слушай, ну, если это актуально... Наталья, вот вы как женщина, скажите, пожалуйста, согласились бы продавать свои трусики незнакомцем? Нет, конечно. За деньги? Нет. А за деньги? А в чем основная проблема? Ну, я бы, ну, не очень хотела, чтобы... Ну, это не по мне, мне кажется. Мне не нравится. Слушай, ну, мне кажется, Наташа, значит, не те времена, знаешь, когда трусики продавать. Наташа на хайпе сейчас, блядь. Нет, это мерзко. Мерзко трусики продавать? Не мерзко. Дмитрий, продавали ли вы свои трусики? А вы бы продали свои трусики? Я бы? Да. Если бы нашелся дурачок, который купил, обязательно. Согласен с вами, Алексей. Да? Я готов купить ваши трусики прямо сейчас. Хорошо. Я, кстати, только сегодня и надел. Как можно продать то, чего не носишь? Дмитрий. Хорошо. Следующая новость, очень забавная, пришла к нам из Горноалтайска. Знаете, где это, Анталия? Ну, это горы Алтая. Да, горы Алтая. Это горы Алтая. В Горноалтайске угонщик угнал машину со спящим внутри хозяином. Но это еще не все. Вор залез в машину, начал движение и вдруг услышал голос. И уснул сам, блин. С задних сидений ему говорят, какого, в принципе, мы едем. Куда едем? И это был хозяин автомобиля. Угонщик, на секундочку, представился. Поставьте приложение Яндексу. Прошу прощения, Алексей, блядь. Паскудовый, ёбаный, блядь. Сука, тварь его, блядь. Хорошо, продолжайте. Угонщик представился таксистом и попросил мужчину назвать адрес, где он проживает. Пьяного бедолагу нисколько не удивил факт того, будто он едет в такси. Доставив его, доставив мужика по адресу, злоумышленник высадил хозяина автомобиля и благополучно скрылся на углу на автомобиль. А, ты всё-таки спидел автомобиль? Да. А, ты что, высадить? Да, он представился таксистом, пьяный хозяин, подумал, что это правда таксист, дал ему свой адрес, он его довёз до дома, высадил. Не, очевидно, пиздёшь, но тело вообще гений, реально. Согласен полностью. Это гений, реально. Это прикольно. Ну, осуждание. Ну, вы были в такой ситуации когда-нибудь, например, вот вы, Наталья. Вы просыпаетесь в машине и не понимаете, почему вы в машине проснулись? Нет, у меня такого не разу не было. Наталья была ситуация, когда она проснулась и котик стримит. Ну, она такая не спала, но это похожая ситуация просто. Вадим? Ну, да. Котик, какой Вадим? Котик, ты что стримишь? Ложись по ней. У меня, кстати, сегодня пытались в учётку зайти. Реально? Да ты че? А может быть, это вы не перезалогинили? Слушай, ну не в первый раз, конечно. Первый раз? Нет, в первый раз. Тогда я котик убил, который на барабан нахуярил. Не-не-не, тогда же мы заходили. Тогда не заходили мы в учётную запись. А что такое было? Ну, это скрипты или ещё что-то, я не знаю. Лучше не давать этому ход. Как не знаю. Тогда, конечно, поначалу я пиздец выпал. Ну, а потом уже не хуярится. Не, в начале это, да, это просто странно, неожиданно было. Я сижу, мы с ним, короче, в мафии с Натахой просто, и просто врубается её стрим. Я думаю, нахуярка стримит. Я думаю, нахуярка стримит. Я думаю, нахуярка вместе с Вадей стримить начала, блядь. Открываю там, блядь, не Натаха, там кот хуярит, блядь. Там пиздец вообще. Я вообще охуялась. Ну, вы видели все мои весу, это пиздец. Строго, скажите, просыпались ли вы когда-то не в своей квартире или не в своей машине? А, возможно, без трусов. В каком-то месте просто раком. Нет, Алексей, такого никогда нет. Всегда просыпались в трезвом состоянии. А, не-не-не, вспомни, как ты случайно оказался в лес в Санкт-Петербурге такой, ой, а как я тут оказался? Нет, ну, это не машина. Так. Как ты случайно оказался? Да я не знаю, я засыпал в мазке, проснулся в Петербурге. Ты просто в поезде уснул? Ирония судьбы прям сострого. В поезде уснули? Ну да, был такой, Алексей. Вас кто-то занёс туда? Да нет, он сам пришёл и лёд спать, наверное. Нет, я помню, как я сам заходил, меня никто не заносил. Ночкой была замечательной, Алексей. Хорошо, договорились. Друзья, Вячеслав, вот поскольку у вас есть женщина, наверняка вам следующая новость будет очень близка. Называется она «Современный Форест Гамп». Все мы знаем, кто такой Форест Гамп, который за три туды колена шёл очень много и очень далеко. Итальянец прошёл 450 километров после ссоры с женой, чтобы успокоить нервы. А вот это я, кстати, видел. Да? Слушай, ну, возможно, это хорошая тема. У каждого, знаешь, свои, так сказать, методики, чтобы успокоиться. Мне вот подрочить помогает. 450 раз. Ну, может, даже больше. Я видел, как он проходил, кстати. Помогает реально. Слушай, я тебе больше скажу, подрочить помогает вообще в любом случае жизни. Ну, кстати, есть такое, да? Пацаны подтвердят. Знаешь, какие бы у тебя проблемы не были, какой бы, знаешь, так сказать, какие бы тучи на горизонте тебя не накрывали, если у тебя сейчас в ладошке хуй. А ты встаешь? Главное, чтобы свой был. В смысле? Ну, типа ты грустишь, ты думаешь, об этом ты понятуешь. А, ты в этом смысле? Я в глобальном. А в каком? Нет. Ну, конечно, встаёт. Слушай, пенис это такой, ты знаешь, это работяга, блядь. Он в любой момент подскочит, когда надо, блядь. Главное, яички кушекотайте себя. Ему и звонить не надо. Конечно. Это, значит, не тот кент, который всё время с движением сливается. Пенис в ладошку взял, он полетел в бой, блядь. В этом плане всё хорошо. Так вот. А у девочек не так, да всё? Мне кажется, всё равно есть парни, которые не могут настроиться вот на что-то. Нет, слушай, ну, если что-то прям совсем-совсем хуёвое, то, как бы, ну, тебе, наверное, и подрочить в голову не придёт. У меня, кстати, есть вопрос для вас. Ну, вы же знаете, что после мастурбации хочется спать? Вот у меня пиздец рубит. Кто-нибудь использует мастурбацию для того, чтобы уснуть? Я, я. Я использовал её несколько лет. В чат тоже для вас вопрос. Причём, я так скажу, извини, пожалуйста, ради бога, что перебиваю. Я, наверное, знаешь, вот у меня было самое важное после того, как ты наплакал хуем, самое важное было вот первые пять минут уснуть. Потому что если ты не усыпаешься, то ты разгулялся. Да да. Опять дрочить, охуеть ты уже, блядь, он у тебя не оловян, ёпт. Тоже надену. А ты, Вань? Не-не, не использую. Я один раз так и рассказывал срочно, три раза так дрочил и не уснул. Реально? Не, я, знаешь, когда я чувствую, у меня все конечности прям балдесят, мне так хорошо прям, я лежу вообще кайф полный. А вот сексом тебе так работает? Ну да, тоже работает, конечно. Сексом ты ещё и устаёшь. Ну секс такой воркаут больше. Ну да, да, да. Двухминутный. Такой сет в качалочке. В 1990 году, когда родился я, житель Китая стал участником массовой драки с жертвами. Опасаясь ареста, он пустился в бега. 30 лет он скрывался в небольших сёлах, перебивался случайными заработками и в конце концов он не выдержал и пришёл сдаваться в полицию. Но в полиции сказали, что ни в каком розыске он никогда не числился. Какая ебать лох. Тут такая же картинка в принципе. Мне казалось, что в Китае любая драка массовая, нет? Бля, так парню не повезло. Скорее всего. И вот есть ещё одна новость, интересная новость. Мужчина при помощи коровы сделал предложение своей жене, девушке. Что такое? Кто-то сказал корову, ребята? Это корова? Что? А при чем корова тут? Я так понимаю, это тот самый момент, когда надо угадать одно слово. Совершенно верно? Ребят, смотрите, сейчас Кельвин будет показывать какое-то слово, и мы все вместе должны, вместе с чатом можно пользоваться его подсказками, угадать, что это за слово. Бек. Баскетбол. Бык. Бок. Бокс. Кобблстоун. Прыжок. Поймать. Словить. Ударить. Бивать. Мортал комбат. Убить. Бить. Первое слово. Мортал комбат. Файтинг. Поймать. Лю Канг. Драться. Кринж. Кринж. Стал за спину. Кринж. Это кринж. Преследует. Кринж? Ну нет вообще. Кринж. 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 Раш. Раш. Кринж. критично отнеслась по ступку. Мужчина осудив его несуразный вкус. Оооо. Это несуразный вкус. У меня тоже получилось. Не вы ли это были Вячеслав? Нет не я. Не реальная идея. Я был вторым. На сосочек колечки надевали? Нет. Ну это же прикольно. Я только подумал. Она такая садится в ведро. Надо садить молочка. Он не про коровью в данном случае. Как? На ее сосок надевал? Вообще на сосочки колечки надевал? А нет. На колечки не надевал. На сосочки. Я говорю конкретно. Ты садишься корову. Конкретно садишься корову подоить. Хоп начинаешь сосок сдергивать. Потом кольцо. Потом кольцо. Бля прикольно. Романтично очень. А если бы не замечался? Случайно спала. Спала бы. Ну это пиздец. Ну потом бы и достал бы из ведра. Почему Алексей одет как из кортницы? Что? Не обращайте внимание Алексей. Говорят, что в одета как шлюха. Как кто? Как кто? Девушка. У вас Алексей еще стрелочки видит? Я стрелочки у себя не вижу. Так, ребят. Давайте после новостной паузы перейдем к губошлепам. Так, сразу прям, да? Давайте. Губошлеп, ты губошлеп. Что такое губошлеп, Вячеслав? Что такое? Губошлепа это такая игра, когда на вас надевают смирительную рубашку. А-а-а. И вы, не используя естественно жестов, потому что вы смирительные рубашки, губами говорите какое-то слово. А другой человек, у него такая музыка хуярит, он ничего не слышит. А вы уверены, что это это? Да. Да, да. По-моему. Да, сейчас спросим. Но не там, где надо в рот что-то вставить. Ну это, в принципе, можно в любую игру добавить. Ага. Я просто не против, если что. Сейчас спросим. Я смирительную рубашки буду. А ну я так по очереди все буду. Да, по очереди. Я бы губошлеп это сказал, что я скипну. Мы будем, я так понимаю, по минуте давать одно слово, правильно? Да. Давайте дадим по минуте, Вячеслав. Давайте дадим. Вам в ротик, Алексей. Нет. Нет. Здесь... Ну ладно. Здесь, пожалуй, не стоит. Прикольная штука. Не корона, бро. Точно не корона, бро. Не, не корона. Ну ничего страшного. Вам понравилась эта корона? Ну. Не корона, бро. Не, не корона. Да. Расскажу отсюда. Значит, друзья. Игра губошлеп. На диван играем. На каждом диване надо выбрать губошлеп. Это человек, которому мы дадим в рот. Расширители специальные. Вот. После этого человек возьмет карточку из стопочки и попробует фразу, которая находится на карточке, объяснить своему коллеге. А, это не то, то что... Если это получится сделать... А что штану, говорят, порвал платуру, что ли? А сколько вот этих ротовых расширителей? Нет. А, ну все супер. Я уже много раз был всем. Наталья, пожалуйста, побудьте. Слав. Слав. Сколько камер на серии? Здесь минута ровно. Минута ровно, правильно? Минута ровно. Интересно, знаешь, когда минута измеряется в песке. Я помню, квитантик. Не зря говорил Эйнштейн, время относительно было. А когда становишься старше, и в песке измеряешься. Так, ну что, попробуем. Вот вам расширители, они все были... Наталья, это вам. Я угадаю слово, давайте. Слушай, я смотрю на вас и понимаю, что надо вам побольше карточек, да, наверное? Да. Это точно в рот вставляется? Да, это в рот. Очень важная широкая сторона, она вот как бы внутрь, а вот узкая, она торчит снаружи. Все правильно делаете? Да, вставляете. Так залезет в актистке. Вот это... Не-не-не. А как? Покажите, Иван. У меня отвратительные зубы, я курю. Не курите, ребята. Никогда вообще в жизни. Так, блядь, как-то делается там сейчас. Да, вот так по бокам. Ох, ё-моё. Фыка, на меня лает. А-а-а. Встаем. А-а-а-а. Бля-а-а. А если на меня влезет просто? Ну, хотя с... Наталья. Наталья. Пожалуйста. Сейчас я... Сами. Сы-як, нормально лазить, все хорошо. Ну, как? Да. Да? Отлично. Так, а мне нужно, типа, встать, да? А-а-а. Где ещё? Вот эти карточки? Сейчас ещё. Давайте, Наталья. Или это не... А мы синхронно в одно время должны? Или это не то вообще? Вот, он читает карточки и объясняет. Зачем ты читаешь? Не читай слова. А-а-а. Ты чё? Он нам объясняет? Там какие-то слова улебанские. А он нам объясняет их. Да. Я их не вижу все равно. Не, а там... Слава! 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 Соответственно, минутка одни, минутка другие. Смотрим, что у нас получается. У кого карточки? Давай. У Славы сейчас. У Славы, вот он тоже на ваш диванчик. Ага, спасибо. Готова? Давай. Готова? Это не важно, важно. Хааа. Хаат. Давай. Хаат. А, Грисовый? Хаат. Не! У тебя сейчас это вылезет... Давай, одевай ее обратно. Челюсть сейчас вылезет. Хаат. Зад? Не, не. Ха. Ха. НЕ-НЕ-НЕ Ф-э, п-а Я не вижу, у меня зрение плохо, я не вижу, слава Я реально не вижу Подъезд, падик? НЕ-НЕ Ход Ход Нихуя! Вот подушка Подушка О, вот подушка Лесонница Стекает От подушка лесонница стекает А, ну не вообще легко Ты сказал Может и может нормально Не вижу Повода Повода Для Паники Нихуя А, я зову Засич А теперь играем Как ты говоришь через эту хуйню? Не знаю Он нормально говорит А, карточка Рыдкий Жидкий Жидкий или За Ебать тебя брызнуло Блёр Блёр Буква П очень сложно говорить Это пиздец Да можно споловать А, ну споловать а-а-а-а-а-а-а ты завоёт нах-е? Голёк! а-а-а-а завоёт и-модак а-а-а-а ше ше нет! мудак! Рыбский арень катался! А! катался нах-не-модак Сосался. Катался. 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 Сосался. Что делал? Казухался. Рыбкий харень гагался на груди. Отжимался на груди. Сосался. Бодался. Что закатался? Попался. Плохо говорится. Наталья, давайте. Вставляйте в рот. У меня только зубов там нет. Я вот так буду закрывать. Вы на меня смотрите. У меня дырка в зубах. Я лечу. В фюрале уже буду зубы. Хорошо. В фюрале будет зубы. У нас тоже. Загибайте. Не смотрим. Хорошо. Не будем. Не засовывается. Вот с широкой. Вот наоборот. С другой. Начали за одну щеку, а потом за другую. Сейчас засунется. Поняла. Вот так. Нормальный рот. Да пуху там, блядь, господи. да, нормальный рот. Нормальный рот. Алексей, блядь. Пожилой оценщик. Декларация, ле-рад. Еще раз. Декларация. Дипломат. Депломат. Дальше. Ле-рад. Леон. Леон. Браулстаж. Браулстаж. Леон. Ну так. Леон. Леон. Дипломат. Бля, какой звук евландский, нахуй. Да, это Алексей Девитис. Ле. Это от рука не звучит. Не звучит? Ле. Лежал. Ле. Ле. На L? На L? Да. Ле. Лежал. Лежал. Ле. 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 Рад. А, любому рад. Да. Дипломат любому рад. Дипломат любому рад. Замечательно. Забыли время. Все, ты потренировался, поехали. Нос течет. Нос течет, майонез течет. Течет. У меня течет слюна. А, течет слюна? Течет слюна. Я думал слово уже, блин. У меня течет слюна. У меня течет. Подождите, стойте, Наталья. Сейчас. Дайте заново. Давайте. Во время поехали. Думаю слово скажут. Сейчас. Подождите. Сейчас. Секунду, подождите. Я уже не готов. Сейчас. Время. Сейчас. Готовы? Амплуа. 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 Жалуются. Жалуются. На актера. На актера? Да. Быстрее, быстрее. Илья. 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 Л. Илья. Л. Амплуа. Ла. Нет. Д. Г. П. П. Р. Ш. Ла. Ла. Заново. Время, извините. Ваша очередь. Ебать это сложно. Белья. Белья блять. Там невозможно блять, я говорю белья. Да, я плохая. Пиздец. Ухлосковый ротик, тоже неплохой, Алексей. Ой, блядь. Это забавно. Потренируйтесь или сразу? Ваш диван, оля. А, вы просто так ставили? Да, ваш диван. А каждый должен, что ли? Да. Ну я скиплю. Нет, я тоже скиплю. Я вот сделаю еще ровненькие зубы. Давайте, сейчас сделаем. Да похуй, какие зубы, братанчик. Поехали, какие зубы. Да я это закрываю, потому что у меня брекеты там стоят. Давайте. Готов? Я за все. Зубов. Глянь, глянь. Сва. Кто? Сва. Сука. Холма? Нет. Холма? Сва. Сва? Негласеный. Спа. Нет. Хэ. Нет. Сва. Спа. 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 Склад. Держи вон. Слава держи. Спа. Спа. Хлав. Слав. Слэш. Слэш. Слэшер. Дарксоулс. Железо что делает? Спа. Да. Спа. А или так нельзя делать? Слэшер. Слэшер. Невзрачный. Кто? Невзрачный. Невзрачный. Слав невзрачный. 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 Хэ. Хэ? Нет. Пэ. Непрозрачный. Непрочный. 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 Сплав невзрачный. На точный. На точный. Все, лять. Время, да, время. Все? А что у меня было так много времени? А ты просто первое дело мы не засекали. Все? Все слова, что ли? Понял. Давайте, Алексей, вы готовы? Нет, здесь строго. Там швына течет жесть. Ахуенно. Твич строго, если что. Здорово. А, я сейчас... Давай, давайте. Сейчас. Часики? Часики, засекайте. Готов? Сейчас. Давай. Пустой. Пустой. Пустой, да. Они не знают только слова, я сам ее не знаю. Я скикну, правда не знаете. Давай заново. Хорошо. Все, подожди. Посмотрите, какая слова. Давай заново. Вот, держи. Какой? Пустой блажью. Понимайся. А, я посмотрел, блядь, подожди. В этом же и задача. Так. Хорошо. Готовы? Слава, не ра-рай-рай-рай. Давай. А, давай. Давай. Зависти. 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 Г. В. В. Зависти. Ты первый раз сказал правильно. Зависти. Зановище. Зависти. Записи. Записи. Да. В. В записи. Думаешь. Думаешь. Команда. Команда. Не проиграет. Не проиграет. Овцы. Местный арт. Местный. Местный арт. Местный. азарт барт местный бар прорывается 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 к славе прорывается в тёплых время уже закончилось в тёплых хлевах в кругах в листах хлеб хлебах в тёплых хлевах мучать и влеть влеть пиздец это забавно ой Аликс, а ты не хочешь точно? Я в следующий раз, да, как-нибудь. Зубами недоволен, да? Да, надо делать. Мне тоже надо делать. Просто дома потренируйтесь и... Нет, их нет. Просто держаться не будет эта штука. Ликс, давай, все попробовали. Закроешь просто рот и все. Ликс, стесняшка. Что закрою? Вот так рот. Ты будешь говорить, какая разница? Да, давайте в следующий раз. Ну давай, Иван. Ну что, тогда перейдем, ребята, к новостям Твича. Давайте. Давай тогда ты заряжай. Сильвернейм, можем его поздравить. 50 тысяч долларов? 50 тысяч долларов и занял третье-четвертое место на чемпионате мира по карточкам. По картонкам. Христовым? Да, по картонкам. 50 тысяч долларов. Это чемпионат мира? Да. Сильвернейм, поздравляем вас, вы молодец, четвертое место, вы невероятны. Сильвернейм. Какое место еще раз? Третье-четвертое. А в смысле? Третье-четвертое? Красиво. Ну, они разделили. Третье-четвертое. Третье-четвертое. Потому что всего четверо было. Да, именно так. Красиво. Да. Ну, соответственно, по поводу того, что мы каким-то образом обошли с вами премии различные игровые. Да? Ну, опять же. Они уже итоги подведены? Ну, еще не подведены итоги. Сейчас у нас будут различные игровые премии. В конце года мы будем обсуждать. Вот по вашему мнению, давайте спросим у каждого из вас. Игра года, которую вы дали бы за 2020 год. Понятное дело, что мы стримеры не всегда, да? Я бы Among Us. Among Us, да, наверное. Реально? Да, Among Us. Игра года и речь... И провал года сразу. Нет, провал года — это другая игра. Нет, провал года я бы тоже другой игре отдал. А вот игра года — я бы отдал 100% Among Us. Речь, наверное, идет о новой игре. Какой смысл? Подождите, не забывайте про Залазку Fast 2, не забывайте про Cyberpunk. Давайте, смотрите, наверное, надо уточнение. Игра года для стримеров и игра года... Нет, просто. Для стримеров и для людей. Ну да. Стримеры — не люди. Ну все, наверное, проголосуют за Кидербанг какой-нибудь. Я вставлю свои 5 сантиметров. Смотрите. Ну смотри, Among Us, если ты говоришь про новую игру, Слава, она ведь не новая, она уже с 18-го года. Это твоя дуделка. Смотрите, проблема вот в чем. Я бы, знаете, что обсудил? Хуй с этой игрой года. Ну а как по-другому? Короче, проблема вот какая. Among Us и Fall Guys тоже знаете. Fall Guys была на хайпе. Два провала, да. Так вот. Суть в том, что Fall Guys сейчас готовит какие-то там безумные обновления. И Among Us в 2021 году готовит новую карту. Вопрос — нахуя, если это нужно было делать раньше? Да. Почему так поздно? Вот, кстати, вот этот вопрос меня очень сильно волнует. Знаешь, вот почему разработчики чувствуют, когда игра на хайпе, блядь, не делают ничего для того, чтобы она дальше, так сказать, процветала, блядь. Мне кажется, на это есть несколько причин. Во-первых, что в Fall Guys, что в Among Us, разработчики просто не были готовы к такому количеству людей, которые к ним придут. Ну и сидели типа на чиле. В Among Us они-то вообще бедняги зарабатывали там 20 рублей в месяц и ничего не имели с этой игрой. А тут им миллионы скачиваний, покупки, они в шоке, но почему вовремя ничего не сделали, так и не понятно. По-моему, его покупать в стиме надо. Да, в стиме его покупать нужно, по-моему, за 229 рублей, что такое. Да, поэтому, не знаю, как-то вот они решили... Просто поздно, они в какой-то последний вагон ходят. Ну да, да. Вы еще должны понимать, что, в принципе, игра умирает не из-за того, что, грубо говоря, разработчики, а механики просто однообразные. Механики, скинчики. Ну надоедать, да. Пишут, у Алексея яйцо вываливаются. Тоже захотел рассказать новое. Да, ну ничего страшного, ну вот новость встречала. Как вам еще такая новость, что... На следующем шоу, у Алексея вываливалось яйцо. Есть яйцо Бенедикта, а есть яйцо Алексея. Вот, как вам такая новость, что... А у вас нету повар-банка, ребята? Нету. Повар, то есть повар, да, и банк, он еще банкир... Повар-балой! Да, у меня есть, Натаха, но... Чисто повар-банк, который только повар депозиты делает. Он там. Натаха у меня есть, но в Питере. А у тебя? Да есть, есть у меня с собой. Да у этого старого есть преимущество. Но я не могу в крышу, нахуй дает. Ладно. Эшкеря? Ну это конечно рофл был, он не Эшкеря называется. А как? Да у него нет названия еще, я не знаю. То есть название для трека, знаешь, типа... У меня вопрос к молодежи. Он же я уже и слушал, кстати. Да? Ну что, как тебе нравится? Да, нормально. Нормально? Вот вопрос для вас и для тех, кто в чате. Вот чтобы была хорошая рэп-песня, что там важно? Текст? Бит? Или что должно быть? Потому что слушаешь тексты и уши вянут. Такую иногда хуйню поют. Нет, мне кажется. Вартан, я думаю сейчас важно, чтобы песня была на широкой аудитории. Сейчас слова вообще не важны. Да, да, да. Слова вообще плохо. Бит, к сожалению. Бит. И она должна быть, знаешь, такая чуть попсовая. То есть не нишевая. Да, попсовая. А именно попсовая. Она звучала на широкой аудитории. Все-таки хорошо, что Флейми на Инферно заменили, да? Че? Да ладно. Флейми на биты заменили. Да. Переходим к следующей новости. У Акулева члена выявили COVID. У Акулева члена, блядь. У Акулича. Да. Ну, она по-старому ее еще называют. В общем, еще один ковидный стримик. Да, еще один ковидный стримик. Посерьезнее, Вячеслав. Еще один ковидный стримик. Рано или поздно, мне кажется, каждый человек все-таки переболеет. Да, да. Лучше сейчас, чем потом. Я не знаю, откуда я могу знать, болел я или нет. Многие люди болели еще до того, как началась эпидемия. Аккуратнее. 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 Ну что ты? Диман, ты поосторожнее второй раз. В смысле? Эпидемия, короче, задолго до этого. Друзья, если возвращаться к тому моменту про рэперов. Вы знаете, что у Мазелова должен был выйти фид с Эвилоном. У Мазелова кончилась мазь. Должен был выйти фид с Эвилоном, но Эвилон вовремя одумался. Не залетел. Не залетел на бит. Я вовремя понял, что Мазелов не тот самый. Не, Мазелов много кого звал. Мне кажется, что он каждого. Но с Эвилоном уже была договоренность. Как вы думаете, почему не получилось в итоге? Мне кажется, Вадя просто забыл. Слушай, я думаю, когда Вадя послушал демку трека, он еще повторить все раз вовремя. А мне кажется, он даже не слышал демку. Ну ладно, там, по-моему, говорилось, что он слышал. Ну просто он забыл. Слушай, давайте перейдем к нормальным трекам. У Братишкина с Пчелкиным вышел трек на Киберпанк. Мне понравился вообще. Вот это без рофлов, это разъебно. И прям и вовремя, и охуенно, и красиво. Красиво сделано. И нам не оплатили. Вот это меня расстроило. Тут, согласен, тоже расстроился. Какого хуя? Не договорились ни с кем. А вообще возможно договориться с Киберпанком? Не думаю. Они же зачем им вкладываться в Репанк? Ну они могли бы, например, Алексей вас в игру встроить, как Алину Рин. Ну они встроили стримеров, но и до этого договорились. А как они встроили в игру, это пиздец. А как они выбирают стримеров? Это прям уровень. Алину Рин просто на плакате сделали. А Карнейджа, Карнейдж это западный стример. Его прям персонажа отрисовали. И там прям персонаж, Карнейдж есть в игре. Если вы добавите двух таких рэперочков в курточках, которые где-то там в переулке будут читать рэп. Спасибо большое. Мне кажется, это крутая идея вообще для будущего. Да, да. Добавлять стримеров. Да, да. Договариться со стримерами. Потому что это же логично. Стримеры будут своим людям это показывать. Будут автоматически стримить игру. Ничего никакую рекламу покупать не надо. Добавил стримера, стример начинает стримить. Да, хотя просто прохожего как минимум. Ну просто незначительную деталь какую-то. Опять же, Сайберпанку не нужна реклама. Им не нужна была реклама. Просто не нужна. Поэтому никто ни за что не платил. Вот и все. Ну как ты думаешь, заплатили тем, кто озвучивал, допустим? Я думаю, да. За озвучку, конечно, платят. Да, за озвучку платят. Слушай, там же Ивлеева озвучила, Поперечный. Элджей. Элджей. Гудков. Вот, Гудков. Постоянно забывай. Я постоянно забываю. Конечно же. Головки. Гудков. Точно. Постоянно путаю. Постоянно путаю. Да, он тоже был в актерах озвучания. Головки. Все именно так. Я постоянно его путаю. Постоянно. Кстати говоря, друзья, давайте не забывать про то доброе дело, которое мы делали многие с вами. Мы помогали замечательному стримеру Астрофемусу. Да. У которого была проблема. У него, к сожалению, обнаружили рак. Рак в его молодые. Молодые вроде. Сейчас уже можно смеяться, потому что операция прошла успешно. Сделали все хорошо. Он сейчас проходит реабилитацию в Израиле. Средства, которые мы все собирали, жертвовали. Он писал. Жертвовали и так далее, и так далее, и так далее. Операция прошла. Астрофемус, быстрее вам там восстановиться, чтобы все было хорошо. В общем, все у него хорошо, все у него классно. Операция закончилась. Это круто. Рак победили, я надеюсь. Мне кажется, на Ютубе такой темы нет. Когда, знаешь, все объединяются. А Ютубе очень мало совместок каких-то. Там все в основном в соло. Ну там нет такого, да. Ну надо, мне кажется, начать продвигать Ютуб совместки. Почему бы и нет, Алексей? Ждите, если еще ролик с Алексеем получается. Согласен. Будем продвигать Ютуб совместки. Так, ребята, еще одна новость. Сегодня вечером выходит наш клип. С Егором Кридом. Ночь. Да? Да. Сегодня. Как называется? Блядь, забыл. Что вы там делали, Вячеслав? Хорошо. Вы пели? Слушай, у меня там очень прикольная сценка. Ну вы принимали просто участие как актер? Да. И какая у вас была роль? Ну такой спойлер небольшой для нас. Смешная. Смешная. Очень смешная. Кого вы отыгрывали? Вы знаете? Ты, по-моему, где-то показывал, нет? Нет, не показывал. Еще не надо спойлерить. Вам нельзя говорить об этом? Ну я просто думаю лучше не надо. Хорошо. Сегодня ночью выйдет? Ну в 23.59. Ну то есть уже с 14 до 15. Хорошо. У Крида прям в последнее время большое количество клипов. И с Нюшей, и с Моргенштером, и с Бустер. Но некоторые клипы они планировались давно. Да. Полгода там с Моргенштером, который вышел. А предлагают нам обсудить новую пару твича? Кореши кухни? Да. Как вам? Слушай, такой разброс по возрасту. А они уже подтвержденная пара или еще не было? Слушай, ну я посмотрел пару стримов. Вот так у кухни была рука вот здесь. Да, да. А потом вот здесь уже. Ну я не знаю, просто я видел стрим, она была вот здесь. Поэтому я думаю, что… Да, они спокойно так сидели. Плюс еще у кухни там были фотографии, где он на коленочках так лежит. Он на коленочках лежит? Да, он на ее коленочках так лежит, а она ручками так… Так а секс уже был у них, не ясно? Ну страшно было жестко. Ну куда ты торопишь события? Слушай, Диман, по словам твоей друзей. У кухни с корешем был секс? Ну, по словам моих друзей, не знаю. Пиздик. Как дышит? Да, под отделение повысилось, блядь. Ну вы в принципе, как вам со стороны пара? Да бля, прикольно. Мне кажется, вообще классно. Ну только по возрасту большой разброс. Ну есть разброс, знаешь, такой. А сколько корешу лет? Возраст это хуйня, ребят. Корешу 20. А кухни? А кухни? 26, по-моему, 25. А корешу? Ну не такой. Не, ну все равно знаешь, то есть типа… ну это интересно. Кухня и кореш, если кухня сейчас в чате, вы молодцы. Да, мне кажется, она сможет мне что-то научить, там, нормально оседла этого. Корешу 19, да как опыта наберется? А, может не так. Или 24. Ой. Киску полежит, блядь, все это… Кухня 24? Не, не, ну ладно, давайте не будем, короче, походить. Ну, не, ну… Опять же, вот эти вот предрассудки, что женщины там не рассказывают. Ну ладно, ну не ходите. Порноактриса Адриана Чечек получила блокировку на Twitch. Кто это? Порноактриса. Нет, вопрос. Она трейдер своего фильма смотрела? Я не знаю. Я начала посмотреть свой видос новый. Адриана Чечек, известная американская порноактриса, стримит с этого года. Ча-ча. В основном джаз-чаттинг и различные игры. На момент бана на канале было 184 фолловера. Среднее количество зрителей, да что ж такое, 2100 человек. Причина блокировки и срок пока неизвестный. Но ее зрители предполагают, что бан связан с выбором полового члена для персонажа Cyberpunk, который она показывала на пару секунд. Вот эта новость меня сейчас пугает. Ну, нет, нет. Это 100%. Я думаю, она прямо зациклила внимание. Либо она выбирала половой член прямо в реальной жизни. Просто типы подходили и она выбирала. Она по очереди просто сравнивала, да? Да, да. Ну это вполне возможно. А клип есть? Гэнд-бэнд-пати. Аккуратнее, Наталья. Клипов нет. Понятно. Ну ничего, бывает. Согласен полностью. Но в любом случае в ряду стримеров прибыло. И баны тоже у нас тут обновились. Адриана Чечек, теперь порно-актриса, которая с нами. А то у вас еще есть порно-актриса. Теперь снова порно-актриса. Саша Грей еще есть. Саша Грей. Да, Адриана вот эта вот появилась. И еще, по-моему, кто-то, если я не ошибаюсь. Но я могу, я с порно-актрисами не знаком лично. Дженна Джеймсон может быть какая-нибудь? Возможно. Возможно. Я не знаю, есть чувства, а уж не знаю. Может быть она. Но опять же, здесь такое вот... Елфи, ё-моё, они же давно стримят уже, по-моему. Нет, она только у Дины была у нас. А из Гачева мужчина там... Тоже стримит? А, но опять же, Лысый из Браздерс, он же тоже вроде как занимался стримом. Он был на Ютубе врубал, нет? Или на Ютубе. Кто знает? Напишите чат. Да он давно стримит. А, Мия пишут. А, Мия. Что за Мия? Не знаю. Мия Калифа? Скиньте ссылку, пожалуйста. Мия Калифа, наверное. Да, Мия Халифа, да. Что-то не буду считать. Еще одна новость по поводу Сайберпанка. Как вы относитесь к тому, что разработчики подумали о стримерах и включили возможность отключить авторскую музыку? Мия Бойко пишет. Ну, не знаю, мне кажется, надо было заранее об этом думать. Еще прикольная тема, ты говорил, что даже если вы вырубаете музыку с авторскими правами, все равно в начале игры играет музыка с АП. Да, там были моменты, сейчас над этим работает CD Projekt, но я про то, Наталья, говорю, что это те разработчики, которые позаботились о стримерах и сделали функцию переключения с авторской музыки без авторского права. Ну, это, мне кажется, неинтересно. Знаешь, почему? Потому что это уже не та атмосфера. Так в Бате тоже неинтересно сидеть, Наталья. Ну, это понятно. Но изначально нужно было, мне кажется, подготовить все это и поинтереснее как-то музыку специально создать для этого, для атмосферы и без АП. Не знаю. Похожую, может быть, знаешь. Вот как раз про DMCA мы сейчас заговорили с вами. И, например, сенатор США предложил сажать в тюрьму за нарушение DMCA. Ну, вот смотрите, послушали вы музыку. Прилетел вам страйк, а он говорит, сразу в тюрьму ее. Вячеслав, а вот если вам прилетит страйк за DMCA и сенатор предлагает в тюрьму вас посадить. Мне больше нравится первое предложение, которое вы сказали. Сосать? У DMCA. Так и делаем на данный момент. В общем, вы поддерживаете такую агрессивную точку зрения? Не, я думаю, это вы слишком радикальные какие-то. Слишком радикальные. Ну, конечно. Ну, они пытаются, знаешь, запугать, защитить. Строго тише пишут. Все. Все авторское право. Потому что это очень важно для всех авторов произведения. Ну, просто со временем те, кто делает музыку, стали понимать, что почему на халяву ее слушают. Ну, факт. Мы хотим свою копейку. Вот Дмитрий напишет в этой оранжевой кепке музыку. Назовет ее биток 228-335. Это одно, если что. И захочет, чтобы тоже стримеры ему платили. Это одно. И будет полностью прав. Рассвишнили, Алексей. Но, мне кажется, современный юр по-другому работает. Когда твои треки играют у стримеров, он, наоборот, больше набирает популярность, мне кажется. И ты становишься более узнаваемым, нежели ограничивать доступ вообще всем. Вот я тебе так скажу. Знаешь, вот допустим, я вот последнее время слушал Соду на стриме. И он меня там отмечал в сторис. И Сода. Сода это что такое? Сода лав. Это Сода что это? Ну, это рэпер. А, извиняюсь. Бартанчик, гоу хит ебанем. Это русский человек? Да, прикольный кент. Охуенно делает. Вот реальный респект. Жду тебя обратно, бейте. Это где? Улица какая-то? Нет, на игроке. А, игрок? Все, все, понял, понял. Ты, по-моему, наизусть все треки его знаешь. Бля, ну он охуенно делает. То есть, знаешь, как бы, популярный, не популярный кентик, если делает охуенно, я всегда это... Главное, с уксусом не смешивать. Да, потому что Сода это дело такое. А Сода с уксусом это что? Шипутчик. Шипутчик, блин. Реально? Да, ну и упаковка старая уже такая. Значит, уксус на фит не берем, правильно? Нет. Ну, я понял. Ты хочешь, она небольшая. Ну, просто непонятно. Иногда, кстати, пауза, это прикольно. Ну, она бывает в тему, но наша пауза не в тему. Ладно, да ладно. Ладно, да ладно. Ладно, да ладно. Ладно, да ладно, хорошо, договорились. Хорошо. Кстати, за что банили Камико? Камико банили... Там один день был? Я, честно, не знаю. Сексуально. Ну, слушай, еще прикольная новость. Пацаны в чате написали. Трек ЧБ. О, мне очень понравился. Я его добавила, и он абсолютно не зашел. Ну, как-то ЧБ мне не хватило уверенности. Давай так, братан. Слушай, музыка, она вообще, как бы, знаешь, дело субъективное. Ну, конечно, на любителя. Да, да, да. То есть кому-то заходит, кому-то нет. Но в любом случае, знаешь, то есть, как бы, такие старания, такое... Да нет, никто же не говорит. Когда человек выпускает такой дебютный трек, прикольно. Вот все-таки, так, похуй. Ладно, добей. Да я тебе не знаю. Вот смотрите, у меня создался образ ЧБ определенного человека, да? Когда мы с ним встречались, такой большой здоровяк, добрый. А, такой... Литый Джон. Ну, такой, да, Мишка Гами. Вот. И... И потом, когда он начал читать, у меня шаблон порвался немного. Ну, то есть, не тот голос. Вот я какой-то другой голос хотел услышать, наверное. Или просто шаблон порвался у меня. Ну, у меня, возможно, тоже, знаешь, просто как-то не вяжется. Но этот вопрос делал, возможно, привычки. Возможно, возможно. Если будет альбом от ЧБ, как от Эксайла. Так что, Витек, давай. И бит понравился. Все начали забывать про альбом Эксайла. И бит понравился, и все. Блять, альбом Эксайла, мы говорили в прошлый раз об этом. Надо напомнить еще раз. Уже полтора ляма прослушивания, кстати. Альбом даже, может, больше. Да? Да, да, да. Мне пиздец зашел альбом. Да. Я честно скажу, в момент, когда я первый раз об этом говорил, ну, я не слушал его. Вот. Ну, вот потом я послушал. Я только вышел, я тоже его не слушал. Но потом я послушал, и мне вообще пиздец зашло. Я в тачке постоянно гоняю, слушаю охуенно. Там особо несколько треков прям пиздатые. Ты же открывал, по-моему, даже фейт под этот трек, нет? Да, да, да. Я крафтил. Я всегда тебе крафчу под него. Короче, многие идут в музыку, но у единиц только получится добиться какого-то результата. Вот, блять, что нужно, чтобы добиться результата музыки? Что нужно, чтобы добиться результата музыки? Да, вот что? Слушай, пизда такая, значит, начальная аудитория. Это сто процентов. Потому что это очень важно. Потому что, когда ее нет, некоторые люди, знаешь, делают музыку, которая им не в кайф. Ну, потом, знаешь, выпустить пару треков, раскрыться, сделать все грамотно, мне кажется. То есть, какой-то стиль свой собственный. Возможно, это важно. Хотя, слушай, сейчас, судя по тому, какая музыка заходит, заедает в голове. В принципе, и стиль уже, наверное, не особо нужен собственный. Ну, вон, сколько тиктокеров записывают треки. Ну, да, я вот. Ну, можно пойти по легкой дорожке и просто делать, как делают другие, то, что сейчас заходит. Да, да. Это, на самом деле, беспроигрышный вариант. Знаешь, делать то, что заходит. Кто? Это реально заходит. То есть, это реально слушают. И это не просто слушают только потому, что вот. Эта медика сделала такой трек. Это реально, ну, заедает в памяти. Типа, заедает в голове постоянно. Ты подпеваешь этот трек тот или иной. Вот. Класс. У нас осталась последняя рубрика. Так. Какая? Блин, так хочу есть. Будка аналитики. Так. Будка аналитики, Вячеслав. Будка аналитики. Ребята, в этой рубрике мы сейчас будем просматривать видосы и просто смеяться. А может быть они будут никакой не смешные. А что за видос? А я не знаю. Нам подготовили видос. Три видоса. А будка аналитики отменяется на сегодня. Будка аналитики отменяется нахуй. Да, потому что знаете, что произошло? Ага. Из будки выпустили собак. Ааа. Из аналитики. Но будет другая рубрика, которая называется «Пойми меня». Не пойми, а пойми. Так. Пойми. Пойми меня, да. Ну то есть вы бы хотели, Дмитрий, чтобы вас кто-нибудь понял? Конечно. Конечно. Вот к вам на стрим часто заходят и говорят «Почему кринж?» А вы им объясняете, это не кринж. Кринжа нет. Это факт, ребята. Правда. А что есть? А что есть, блин? Что в холодильнике, то и есть. Дмитрий, давайте, да. Это у нас новая рубрика, сейчас будет Вячеслав. Поделимся, ребят, на два дивана. Смотрите, это в принципе то, про что я рассказывал. Это две смирительные рубашки на каждый диван. Правильно? Да. На каждый диван. И один человек сидит в наушниках с громкой музыкой, второй объясняет ему просто слова. Говорит ему. Угу. Все просто. Давайте мы сразу два дивана зачехаем. С этого дивана мы уже примем. Кто спелит и рыбачки? Кто у нас выступает от дивана Пчелкина? Давай я. Кто? Ну давайте я. Ну давай, Наталья, давай. А потом буду я. Белый цвет есть. А мы же меняться будем, да, еще? Нет, смотри, меняться не будем, потому что нам надо чуть-чуть, чтобы было динамично. А, Наташ, ну смотри, как тебе удобно. Я могу, ты можешь, мне без разницы. А я буду, наверное, считать слова. Что? Что? У нас будет какое-то определенное время. Мы меняться не будем, то есть ты... Ладно, ладно. Как тебе удобно? Если хочешь, я... Кто быстрее отгадает пять карточек, то ты... Не знаю, если не отгадывается, откладываем. То есть мы пытаться сильно не будем. Окей. Вот, соответственно, показываешь карточку тому, кто будет работать ртом, и показываешь карточку на экран, что ты видишь молодежь. – Наташа, поздравляем тебя! А мне показывать надо будет. Реально? – На плите, ооооооо! Вот она! Привозим, Натах, ускорительные рубашки, блять... – Полмиллионница! Полмиллиона, полмиллиона. Молодец! – Похлопай себе, похлопаешь. Ты стесняешьсяanya? Полмиллиона, Наталья, поздравляем вас, еще один полный стримик. Такой стримите в 500 тысяч, вот вы. А почему ты не будешь стримить завтра? Подумай. Think about it. Ой, прости. Я потом скажу. Think about it. Так, что мы тут с юнорными приберем, ребят, немножко, чтобы было вообще секс. Да у меня с утра уже комп забирают. Алло. Да? Что-то наказано? Забрали компьютер, слишком громко орала. Налоги не платят. Налоги кредиты, да. Рубашка, сползая с плеча. Слишком спина здорово, Диман. Так, смотри, карточки для одной команды, для другой, они идут простого к сложному. Соответственно, слова можно скиповать. Слушай, я думаю, в принципе, те, кто будут говорить слова, они будут сидеть вот здесь и сами будут их брать. Да, можно, кстати. Но братья не смогут, потому что они сходят в рубашке. Нет, нет. А, я буду подавать. Давай. Садитесь. Так, а что я должна? А нам сиди надо будет. Да, ты можешь, как чувствуешь, как чувствуешь. Можно сиди, можно стоя сто, больше. Идите сюда рубашку. Идите ко мне. Идите, Наталья. Мне куда? Туда? Вот туда. Вот сюда? Ой, а что у вас с попой стало? А, у меня тут, знаете, попа всякая. Как я скажу, ваши ельцы спотели. Да, это ваши трусы, которые вы мне дали. Или шорты, я не знаю, что это такое. Не дышащие вообще. Вы сели на свой телефон, Наталья. Так. Так, ну и собственно, кто нас отгадывает? Отгадывает нас, соответственно. Давай. Это Ванёк. Сейчас. Ох ты. Нормально качает, нормально качает. Пошёл. Нормальный ебал что-то. Ты смотришь ему на рот. Он говорит. Я? Ты говоришь. Ты можешь показывать или... Ты будешь говорить ртом. Показывай. Показывай. Мне нос чашется, Алексей. Сейчас, подожди, да? С вашей стороны. А как? Наталья? Дайте, чтобы у нас была нормальная тепловая медицинация. Угу. Ходи тоже вперёд. Я. Окей, окей, окей. Окей, окей. Ну вот. И так. Тебе показывают слово. Ты питаешь его эртом. Объясни. Без жестов. Без жестов. Без жестов. Готов? А я говорить могу, и он меня не услышит, да? Ты меня не слышишь? Говори. Ты можешь говорить всё, что хочешь. Музыка не идёт. Я нажал куда случайно, видимо. Всё сломалось. Ты меня слышишь? Лошара, слышишь меня? Давай, говори. Фокус. Фокус. Воздух? Фокус. Воздух. Фокус. 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 Ебать его там. Ебать этот красивый рок ебашен. Фокус. 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 Воздух какой-то. А? Давай стрелку. Паук. А можно громче говорить? Ну, нужно. Говори громче, чтобы пытался услышать. Паук! Паук! Ещё раз. Блядь, ты оху... Пауук! Паук? Да. О, хорошо, давай. Вот. А это... Опять паук. Вообще, конечно, смысл игры в том, чтобы показать, как он это... Так он не понимает рот. Но это правда. Рыба. 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 Ты можешь ртом говорить, блядь? Рыба. Рыба. Без дровочка не снимайте лучше, нахуй. Рыба. Бай, ебать, я плывал. Рыба. Рыба. РЫБА! 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 РЫБА? Эхо, 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 эхо. Антон? Антон. Я Кокос. Кокос. Кричи. Кокос. Коток. Кокос. Конус. Кокос. Кокос. Эхо! Раскачала, бля, критик родина. Эхо! Антон, бля. Какой Антон? Антон, эхо, бля. Эхо! 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 Я не понимаю. Он не понимает. Давай, next. Не видел? Юла! Юла! Главное, не упади, потому что… Ты ртом говори, а по бутам. По бутам. Юла! 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 Я не понимаю. Ю-ла! Ю-ла! Догадок нет. Ю-ла! Ю-ю! Ю-ла! Ю-ла-ла! Ю-ла-ла-ла! Ю-ла-ла! 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 Ватя на него орёт. По буквам говори. Юл-ля-ла! Ю-ла! Ю! А, ты буквы говоришь? Да! Ю-ла-ла! Ю-ла! Heupid Carlos. Ахуренно! Верните в школу его! Молодец, обратно. Мне кажется, в Ване просто такой тупой. U U. Е. La L. That's it безум ib machst у меня. Что за букву? L-L. Духарь. A А! 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 Ю! Ла! Удар! Ю! Ю! Ла! У! Ю! Ла! Всё я... я... я знаю... давай ты другой... Чё ты говорил? Ю-Ла! А, Ю-Ла? Какая У? Я говорю У? Ты киваешь головой... Попробуйте теперь... Мне интересно просто... ну какая разница будет сейчас Ну, мне кажется, большая разница... Развяжите, пацаны, развяжите? Натак, развяжи, пожалуйста... Какие часова были? Ну, Наташа, ну я о чём тебя не попроси, ну пожалуйста! Чё, не развязала? Давай я тебя сейчас взгляжу, давай... Это жарко! Ебать, оно оглушило, кстати, нормально... Там, ебать, там музыка громко играет... Очень громко... О! Готовы, Алексей? Слово помнишь? Или новое дай? Козинак... Что? Что там фиг объяснит? Козинак, блин! Что-то про мать! Про мать, мать не трогай, сука! Мято! Я... Я! Мата! Мято! Мать! матка ма ма нет мя 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 это работает потому что умный человек передо мной стоит давай спасибо хаос первая а х х х хаос я не вижу яма 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 еда 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 ебать аплодисменты все все мы можем еще написать нормально сойдет это было охуенно алексей а у вас хороший слух спасибо ну что ребятки новости отвечающие остались у вас? нет я думаю все закончим потихонечку новости отвечают верблюд хотел что-то сказать вам на прощание в том случае а последнее слово от верблюда от верблюда пригласить уже? давайте 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 за нос от верблюда за нос от верблюда бля пацанам раздалась где я сама осталась без их кинуть вот здесь лежит один не она уже все 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 пишут старогач ты пиздец тупой согласен по факту бля алексей у вас нормально сейчас с ушами? у меня вообще свисит пиздец что? а как его зовут? верблюда? кельвин а кельвин клян? нет просто кельвин аааа здарова верблюд говори первое что? а ты в курсе что-то мы тебя не слышим? мы должны это корова опять? это слово? дааа угадываем так супер лайк класс балдеж слава супер лайк слава классно слава танцует вы популярный вы плаваете вы танцуете вы двигаетесь танцы волна балдеж хорошо убрали убрали забыли давай слава стример слава стример бустер плывет моряк моряк движется флексит волна лодка танцует флекс двигается я крутой я стремлюсь к чему-то я не упади только лайк у тебя там дырка сзади ага да да у него глаза сзади все понял еще раз лайк класс это класс респект респект уважение уважуха нет класс оценка круто голова стыд верблюд стоп давай отлично 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 а тик ток что-то с чувствами нереально crazy отлично beautiful ты чувствующий ритм ты счастливый голова голова твоя ты воодушевлен с тобой нет харизма а подожди типа ты получаешь удовольствие да кайф кайф да кайф 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 да пикник кайф пикник кайф согласен пикник кайф а ты знаешь что пикник кайф да такое слово не русское согласен ну кайф да сложный еще слово дрилл потанцевать с ним иди танцуй танцевать да музыку поехали тут тут Так же сделай. Молодец, пойдет. Класса вам. Спасибо, верблюд. Спасибо, Кельвин. Спасибо, Кельвин. Ты Кельвин как красавчик. Мы чуть не наступили. Ну что, ребят, сейчас открою чат. Ребята, это был Вечерний Бустев. Здравствуйте. А, до свидания. До свидания уже. Да, извините. Спасибо огромное моим ребятам за то, что пришли. Ко мне мы с ними обсудили все самые, так сказать, насущные, важные новости. Насущные, блядь. Насущные новости, надеюсь, мы все обсудили. Не знаю, все, не все, как бы. Мы постарались. Ну, самое важное точно. Да. Вот. И все, пацаны. Спасибо, что с нами были.